Мы наслаждаемся такой беспечной жизнью в течение нескольких недель, потому что, конечно же, строительные работы в нашем с тобой доме не двигаются. Зато у наших приятелей через короткое время все готово. Современная мебель привезена специально из Финляндии, расстелены великолепные ковры, свадебный подарок отца-невесты, расставлены редкие книги, подарок семьи мужа. Если бы не купола старой церкви, которые видны из окна, можно было бы подумать, что мы где-нибудь на Западе. Поскольку мне очень неловко жить за счет советской власти, приносимые каждый день продукты не только удивительны по качеству, но и покупаются за ничтожную часть их действительной стоимости в спецмагазине, я решаю ходить за покупками сама. В первый же день я обалдеваю от выбора продуктов в ближайшем магазине. Сначала я даже подумала, что это случайный завоз или что директор устроил спектакль для ревизора. Но и через неделю выбор оставался таким же богатым. Каждый день я нахожу в магазине свежие яйца, колбасу, вполне приличное мясо на котлеты, копченую рыбу, даже крабов. — СССР — самый крупный производитель крабов, но в магазинах не найдешь даже баночки, все идет на экспорт. Ты мне со смехом объясняешь, просто этот магазин находится на бульваре, по которому каждый день ездит Брежнев, и поэтому он должен, соответственно, снабжаться на тот случай, если вдруг генеральному секретарю захочется выйти что-нибудь купить. — Я не верю своим ушам. — Но люди должны об этом знать и, наверное, обчищают полки в пять минут? — Нет, в этот магазин ходят только такие люди, как мы, те, кто живет в этих домах. У них и так огромные привилегии, а значит, им нет необходимости запасаться продуктами. — Я все-таки не совсем верю. Но и вправду, когда несколько месяцев спустя я снова захожу сюда, чтобы купить тебе что-нибудь вкусненькое, продавщица, узнав меня, вынет из холодильника вожделенные баночки с крабами и скажет. — Для вас другое дело. И вот наша квартира, наконец, готова. Последний обед, подданный восхитительным фарфоровым сервизе эпохи Екатерины II, действительно ни в чем не уступал царскому. Голуби в сметане, икра и самые тонкие закуски. — Нам всем было грустно. Во-первых, приходилось расставаться, но главное — в то утро наша подруга сообщила нам с искаженным лицом. — Мой отец освобожден от должности и выведен из состава политбюро. Все мы знали, что для них золотые денечки закончились. Из всех неудавшихся проектов больше всего ты расстраивался из-за нашей совместной пластинки. После долгих дискуссий фирма «Мелодия» принимает, наконец, тексты и музыку двенадцати песен, которые войдут в альбом. Темы в основном лирические. Это песни о любви, о войне, о Волге. Мы поем под оркестр, все очень красиво и без тени провокаций. Мы записываем пластинку большой аудитории. В противоположность кино здесь времени даром не теряют. В три захода дело сделано. Записывают целиком, без монтажа. Это очень тяжело, и ты срываешься, когда я ошибаюсь. Но мне и правда трудно, во-первых, петь по-русски, во-вторых, без остановок, и к тому же я очень волнуюсь, когда поют твои песни у тебя на глазах. Мы понимаем, что если пластинка выйдет, это будет своего рода официальное признание твоего статуса автора-композитора. И потом, мы довольно скромно живем на твою актерскую зарплату, так что лишние деньги не помешают. Но самое главное это, что мы впервые работаем вместе. И все наши мечты могут осуществиться, если пластинка выйдет. Гастроли, концерты, спектакли, фильмы, да все что угодно. Окрепшее, измотанное, на последнем нервном пределе, я все-таки записываю все песни в положенное время. Я этим здорово горжусь, особенно после того, как музыканты стали аплодировать мне сточас мычками по скрипкам, как это принято на концертах классической музыки. Ты доволен и записываешь свою сторону сходу и в отличном настроении. Наша пластинка, наконец, готова. Звукоператоры тут же микшируют звук, нас фотографируют на конверт. И все-таки, несмотря на предпринятые меры, пленка тайком переписывается и моментально расходится по рукам. И поэтому задолго до предполагаемого выхода пластинки мы уже знаем, что песни страшно понравились публике. Время идет, мы волнуемся. И, устав от уклончивых ответов руководителей мелодии, добиваемся приема у министра культуры Демичева. Он принимает нас с улыбкой на устах, делает нам знак садиться, и, сцепив свои пухленькие ручки, спрашивает, зачем мы пришли. Мы объясняем. Он берет телефонную трубку и, глядя нам прямо в глаза, говорит тоном, не допускающим возражений. «Соедините меня с директором мелодии». И через минуту послушай. «Почему до сих пор не вышла пластинка Влади и Высоцкого? Немедленно выпустить». Уезжаем мы довольны, но через два месяца пластинка все еще не выходит. Нам снова удается добиться приема. Мы наивно полагаем, что приказ не дошел по назначению. Впрочем, приказы никогда ни до кого и не доходили. Мы встречались с Демичевым много раз, и всегда разыгрывалась одна и та же комедия. Повелительный тон по телефону, безоговорочные приказы, шутливые сетования на трудное положение министра, которого никто не слушается, и все в том же духе. Однажды утром ты говоришь мне с напускной небрежностью. «Знаешь, Андрей хотел бы поговорить с тобой тет-ет-ет. Я немного удивлена. Тем более, что мы виделись с Тарковским несколько дней назад. Он, твой друг юности, один из поклонников. Я знаю его уже много лет. Этот невысокий человек, живой и подвижный, замечательный гость за столом. Кавказец по отцу, он обладает удивительным даром рассказчика и поражает всех своим умением пить не пьянее. К концу вечера он обычно веселеет и почему-то каждый раз принимается распевать одну и ту же песню. По твоему тону я понимаю, что речь идет о чем-то очень важном. Ты говоришь. Андрей готовит фильм. Он хотел поговорить с тобой и, вероятно, пригласить тебя на пробы. И тут на меня находит. Я не нуждаюсь в пробах. Меня никогда не пробовали ни на одну роль, за исключением первого раза, когда я снималась в тринадцать лет у Орсона Уэллса. Но ты так долго уговариваешь меня не отказываться, что я соглашаюсь. Андрей объясняет мне, что фильм «Зеркало» — автобиография, и он хочет попробовать меня в нем на роль своей матери. Усы у него склокочены больше, чем обычно, и он, заикаясь, пересказывает мне весь сюжет. Через несколько дней мы с небольшой съемочной группой выезжаем в деревню. Это даже не пробы. Мы просто снимаем несколько кусков. Андрей подробно объясняет мне сцену. На пороге избы женщина долго ждет любимого человека. Становится прохладно, она зябко кутается в шаль. Андрей в последний раз в отчаянии смотрит на дорогу и, сгорбившись от горя, уходит в дом. Андрей делает мне комплименты. Я довольна собой. Я возвращаюсь, рассказываю тебе, как прошел день. Мы начинаем мечтать. Если я снимусь в этом фильме, сразу решится множество проблем. У меня будет официальная работа в Советском Союзе. Я смогу дольше жить рядом с тобой и потом сниматься у Тарковского. Это такое счастье. Проходит несколько дней. Мы звоним Андрею, но все время попадаем на его жену. И та, с присущей ей любезностью, швыряет трубку. Я чувствую, что звонить бесполезно. Ответ будет отрицательным. Но тебе не хочется в это верить. И когда через несколько дней секретарша Тарковского сообщает нам, что роли уже распределены, и что меня благодарят за пробы, ты впадаешь в жуткую ярость. Ты так зол на себя за то, что посоветовала мне попробоваться. Да к тому же ответ, которого мы с таким нетерпением ждали, нам передали через третье лицо и слишком поздно. Тут уже мне приходится защищать Андрея. Наверное, у него слишком много работы, много забот, да и вообще у людей этой профессии часто не хватает мужества прямо сообщать плохие новости. Ты ничего не хочешь слышать. Ты ожидал от него другого отношения. И на два долгих года вы перестаете видеться. Наши общие друзья будут пытаться помирить вас, но тщетно. — Однажды, прилетев в Париж, мы сталкиваемся в аэропорту с Андреем. Он как раз улетает в Москву. Эта неожиданная встреча на нейтральной территории позволяет вам, наконец, помириться. Андрей так просто и понятно объяснил причину своего отказа, что нам становится искренне жаль, что он не сделал этого сразу. Посмотрев пробы, он понял, что зрители будут отвлекаться от фильма, увидев на экране колдунью, и взял на эту роль другую актрису. Мы приезжаем в Москву, и снова Андрей сидит вечерами у нас за столом и, как обычно, распевает свою любимую песню про садовое кольцо. Однажды он попросил меня помочь ему уговорить Марчелло Мастрояне согласиться на роль в фильме, сценарий которого он только что закончил. Но уговаривать Марчелло мне не приходится. Он с радостью соглашается сниматься у Андрея. Целый вечер я перевожу, они увлеченно обсуждают сценарий. Увы, фильм так и не будет снят. Еще один великолепный сценарий будет выброшен в корзину по соображениям цензуры. 23 декабря 1985 года. Наш автоответчик передает короткое драматическое сообщение. Тарковский тяжело болен. По мнению шведских врачей, ему осталось жить не больше трех недель. Я тут же начинаю хлопотать о том, что ему разрешили увидеть сына. 2 января 1986 года он приезжает во Францию. Ему помогают со всех сторон. Соотечественники, врачи, министр культуры, посол СССР и даже президент республики. Наконец его сыну разрешают приехать к нему. Они не виделись четыре года. Когда Тарковский выходит из больницы, я принимаю в моем большом доме всю их семью. Андрей собирается заканчивать монтаж фильма «Жертвоприношение». И уже говорит о будущем фильме, который хочет назвать «Святые. Самые несчастные из людей». По совету идиотки подруги, он уезжает из Парижа и едет лечиться в Германию в клинику знахарей. Андрей умирает 29 декабря 1986 года. На похороны пришло очень много народу. Собрались все друзья. Мстислав Ростропович, сидя на ступеньках Русского собора на улице Дарю, вкладывает в игру всю душу, выражая в надрывном плаче, виланчеле, нашу тоску. У метро «Аэропорт» есть улица, где живут писатели, сценаристы, поэты. Я побывала здесь в самых разных квартирах, восхищалась библиотеками, коллекциями современной живописи и старинных икон. В течение 1969 года в отчаянном поиске уголка, где мы могли бы спокойно встречаться, мы случайно попадаем к маленькому старичку, который ходит, наклонившись вперед, как печальный гном. Но глаза у него живые, он постоянно смеется и вообще он просто очарователен, так что даже пользуется успехом у женщин. Он очень официальный сценарист и работает на Мосфильме. Ему хорошо платят, и он получает вполне приличную пенсию. Маленький чиновник культуры, один из тысячи. Всех очаровывает его необыкновенная живость ума, которой он пользуется теперь только в разговорах с друзьями. Он уступает нам главную комнату своей двухкомнатной квартиры на четвертом этаже одного из писательских домов, в самом начале знаменитой улицы. Это, конечно, не хоромы, но нам здесь очень нравится. Старик корректируется в свой кабинет, на который имеет право как работник умственного труда. Мы начинаем потихоньку осваиваться в этом доме. Когда бы мы не проснулись, у старика всегда готов для нас чай с только что поджаренным хлебом. Мне хочется отблагодарить его за гостеприимство. Потратив несколько сот франков в березке, я стряпаю ужин, не то французский, не то итальянский, с большим количеством советского шампанского, брюд, который продается только на валюту. Я знала эту его слабость, и, надо сказать, я и сама люблю это вино, которое производят в Абрау-Дюрсо в Крыму из шампанских саженцев в лучших французских традициях прошлого века. Как и всякий удачный вечер, наш заканчивается чтением стихов. Ты приумолк. В своей огромной голове этот человечек разложил по векам или по темам всю мировую поэзию. Он читает нам Омара Хаяма и Шекспира, Бодлера и Гёте, потом вы, перебивая друг друга, читаете Пушкина, произведения которого ты знаешь почти все наизусть, и все-таки он побеждает в этой дуэли. Но когда он начинает, друг, читать твои собственные стихи, ты уже не знаешь, что и сказать. Уже поздно старик откланивается и исчезает, задорно сверкнув глазами. В день нашей свадьбы мы получаем большой пакет, толстый и тяжелый. Его приносит девушка с глазами цвета морской волны и великолепными тонкими белыми руками. Это от Василия. Сам он не мог приехать. Вот, держите. В картонной коробке, завернутой несколько газет, лежит самая красивая икона дома. Как только мы возвращаемся из Грузии, мы звоним ему. Никто не отвечает. Немного спустя нам говорят, что старик, эрудит и поэт, умер. Его икона всегда оставалась в нашей спальне, несмотря на многочисленные переезды, а теперь висит напротив моей кровати. Возле нее другая икона, святой Георгий на белом коне. Мне ее принес в июле восьмидесятого один из твоих школьных друзей. Он держал ее на вытянутых руках и трясся от рыданий. Он не сказал ни единого слова. Он лишь едва поднял на меня глаза и сквозь слезы попытался изобразить нечто вроде улыбки, когда я приняла икону у него из рук. Я получила разрешение увезти эти иконы с собой в Париж по решению экспертов Третьяковской галереи и согласии специальной таможенной комиссии. Они не имеют большой ценности, они не очень древние. Но для меня эти иконы самые прекрасные. 75-й год. Мы в дороге к Южной Америке. Первая посадка в Мадриде. Франко еще власти. Аэропорт похож на все остальные. Если бы не какая-то поломка в моторе самолета, это была бы обычная посадка. Мы едем в Мексику в компании Клодины, знакомой актрисы. В шесть часов мы ждем в аэропорту, пока починят самолет. И все это время Клодина уговаривает нас лететь другим рейсом. Она так нервничает, что мы соглашаемся. Пассажиры садятся в самолет, и мы остаемся одни. Наши места забронированы на завтра. В аэропорту не осталось ни полиции, ни таможенников. Уже очень поздно. Карабинер, который провожает нас к выходу в город, бросает рассеянный взгляд на все три паспорта и говорит. До завтра. Буэнос ночес. Мы удачно проскочили, учитывая то, что у тебя нет визы в Испанию. Мы здесь как бы контрабандой. Этакие сбежавшие школьники. Все тебе нравится. Старый город, где мы ужинаем. Гуляющие люди, вышедшие подышать после жаркого дня. Ресторан «Фламенко», где мы сидим до самого утра и слушаем песни. Гортанные звуки испанских песен очень похожи на цыганский романс. Я с трудом увожу тебя оттуда, чтобы успеть поспать хотя бы несколько часов, прежде чем осмотреть завтра Праду. В музее я веду тебя в зал Веласкеса. Мы любуемся картинами. Мы можем оставаться здесь сколько угодно. Посетителей почти нет. Тебя восхищают и Ранимбосх и Гойя. Особенно трагическая сила его полотен черного периода. Какая удача, что у тебя не спросили визу. Мы возвращаемся в аэропорт и, немного нервничая, сразу направляемся с паспортами в руках к полицейскому посту. Наша подруга, хорошо говорящая по-испански, проходит первое. У полицейского глаза лезут на лоб. Ни в одном из паспортов нет нужной печати. Для нас, француженок, это не имеет большого значения. Но твой паспорт, весь красный, с серпом и молотом, просто жжет ему руки. По его обезумевшему виду мы понимаем, что сейчас начнется скандал. И, говоря все хором, пытаемся объяснить, что сломался самолет, что было поздно, что нам срочно нужно в Мексику. Мы так стараемся, что ошалевший карабинер, оглядевшись вокруг, вталкивает нас в зону вылета и вполне логично, шепотом делает вывод. Нет визы на въезд, нет и визы на выезд. На острове Косумель наша белая комната выходит окнами на море, и мы можем любоваться отсюда скалами и пылающими закатами. Ты пишешь целыми днями, и я, возвращаясь с работы, нахожу тебя склонившимся за столом, на котором рассыпаны листки бумаги. Вечером мы ужинаем маринованной рыбой и жаренными лангустами, бештексами, из черепахи и экзотическими фруктами. Два старика сидят по краям длинного стола. Джон Хьюстон, играющий в фильме роль моего мужа, пронзительный взгляд, сигара в зубах, несмотря на астму, и стакан водки в руке. Он слушает, как ты поешь, кивая в такт головой. Напротив него сидит Нептунио, так мы назвали его, потому что он и вправду царствует в морских глубинах. Серебряная борода и всегда склокоченные волосы обрамляют смуглое совершенно азиатское лицо. Обычным рыболовным крючком он цепляет за нижнюю губу огромных акул, и они, как дрессированные собачки, плавают туда-сюда перед камерой. Вообще его свойское обращение с морскими чудовищами прославило его по всему Карибскому морю. Но когда он слушает, как ты поешь, глаза у него подергиваются грустью. Нептунио очень сентиментальный человек. Однажды воскресным утром мы ждем его, чтобы в первый раз попробовать понырять вместе. Тебе не терпится окунуться в морские глубины, что до меня я боюсь. Но все же после долгих уговоров соглашаюсь, потому что не хочу выглядеть трусихой в твоих глазах. Но подводный мир меня пугает, и мне не по себе. Появляется Нептунио со всем необходимым снаряжением для ныряния. Надо идти. Он быстро нам объясняет, как что работает, вешает грузики на пояс, помогает натянуть ласты. Вот мы и готовы. Мы ныряем. Сердце у меня вот-вот выскочит. Прямо передо мной вертикально уходящая вниз скала. Синь, от бирюзовой до чернильно-черной, миряды разноцветных рыбок. Длинные клейки водорослей липнут к телу. Я вздрагиваю и, прицепившись к нашему провожатому, не сопротивляясь, иду ко дну. Ты бесстрашно опускаешься впереди, ты уже на короткой ноге с этим подводным царством. Я вижу, как ты улыбаешься под маской, искажающей твое лицо. Рукой ты показываешь мне на дно, делаешь знак «плыть за тобой» и удаляешься, исчезая в резном проеме коралловых зарослей. Сначала я еще вижу тебя, но потом остается только бледное, размытое пятно впереди, и, наконец, ты исчезаешь из виду. Меня охватывает паника. У меня кружится голова, мне не хватает воздуха. Я сжимаю руку Нептунио, он понимает и выталкивает меня вверх. С облегчением я разбиваю зеркало водной поверхности, вырываю изо рта мешающую трубку и глубоко вдыхаю, прежде чем поплыть в изнеможении к берегу. Эти несколько минут, проведенные под водой, оставят во мне кошмарное воспоминание. А ты? Ты расширил свое восприятие мира. Отныне ты ныряешь по утрам и вечерам. Нептунио смотрит на тебя с гордостью и нежностью. Ты его русский друг. Твой голос заставляет его плакать, но главное, ты теперь его сообщник, навсегда ослепленный подводным великолепием. По возвращении на континент мы берем на прокат машину и едем в Мехико. Нас сразу же зачаровывает волшебный пейзаж. Дорога поднимается высоко в гору. Мы проезжаем сквозь густой, словно ватный слой облаков. На огромном плато стоят, как часовые гигантские кактусы. Вытянувшись посреди дороги, черная пантера лениво поднимает на свои зеленые глаза, потягивается, как большая кошка, недовольно машет хвостом и удаляется королевской походкой. Выпрыгнув из машины, ты бросаешься за ней вдогонку, но она вдруг исчезает. Мы приезжаем в небольшую деревню. Крыши из пальмовых листьев, земляные полы, гамаки, несколько кур, пляшевых собак и необычной возвышающейся в центре площади и связанной электрическим проводом с трескучим генератором холодильный шкаф ярко-красного цвета с большими белыми буквами «Кока-кола». Индейцы внимательно смотрят на нас, их лица угрюмы. Как только нам удается объяснить, что мы не американцы, а французы из Парижа, с той стороны океана, они начинают улыбаться и предлагают нам так-кос, пирожки с начинкой, сочные и чертовски переперченные, фрукты и, естественно, ледяную «Кока-колу». В течение всего путешествия мы будем сталкиваться с вездесущей американской техникой, как, впрочем, и с враждебностью по отношению к тем, кого местные жители называют «грингос». И каждый раз, как только они узнают, что мы французы, улыбка возвращается на их лица. Несколько раз мы пытаемся объяснить, что ты русский, из Москвы, но совершенно очевидно, что им это непонятно. Наш испанский, к тому же, очень ограничен, как, впрочем, и их испанский. Мы находимся в самой глубине Юкатана. Здесь говорят лишь на языке предков. Красивые и гордые мальчишки стоят вдоль дороги, держа на вытянутых ладонях какой-нибудь глиняный черепок. Они никогда не просят милостыни, а стараются выменять на несколько центов эти маленькие кусочки скульптур или глиняной посуды государства Майя. В Чечен-Итсе мы приезжаем очень поздно. Толстая цепь преграждает вход. Радушный сторож соглашается проводить нас к месту недавних раскопок. Мы прогуливаемся в кроваво-красном освещении заходящего солнца среди храмов, заросших тропической растительностью. Расчистили только огромную, почти вертикальную лестницу. Ты одним махом взбираешься наверх и спускаешься с лобкостью акробата, отбивая Чечетку на стертых ступенях. На следующий день поленка. Высокие холмы окружают огромную гору с выровненной квадратной вершиной и храмами по четырем углам. На барельефах, изображающих умственные болезни, нас особенно поражает один профиль. Я фотографирую тебя тоже в профиль. Сходство поразительное. Как странно видеть свое собственное лицо в камне, вырезанном много веков назад. Ты начинаешь говорить о своих дурных порывах, о своей склонности к саморазрушению. Никогда раньше ты не осознавал этого так ясно. Само место располагает к раздумью. Мы одни. И эти тела в мучительных позах, изображенные гениальным скульптором, вызывают в нас конкретные воспоминания. Твои собственные мучения, вот они, перед нами воплощенные в камне проницательным художником. Нас отвлекает от этого мрачного созерцания какой-то голос, потом другой, потом десятки голосов, которые перекрывают друг друга, перекликаются, разносятся высоко в небе. Это майя, разговаривают с нами, говоришь ты. Я улыбаюсь. У нас над головами сотни птиц-лир с пышными раздвоенными хвостами. Они кружат в воздухе и поют гортанными, почти человеческими голосами. Ты задумчиво слушаешь их и говоришь. Какой красивый язык у этих майя. В Меридии, городе, основанном кортесом из камней разрушенных храмов, в середине которого каменным кораблем возвышается собор, маленький горбун хватает тебя за рукав, почти силой усаживает на скамеечку и начинает неистово начищать тебе сапоги. Заплатив ему хорошенько и дав на чай, ты идешь дальше, беспрерывно поглядывая себе на ноги. С ума сойти, как блестят! Можно подумать новые! На рынке молодая девушка печет прямо перед нами на раскаленном камне блинчики и начиняет их свиным ливером. Проезжающий мимо мотоцикл чуть не задевает нас, ты отпрыгиваешь в сторону, блинчик падает на землю и ты принимаешься ругаться, твои красивые сапоги усыпаны жирными пятнами. Как только мы приезжаем в пригород Мехико, нас охватывает беспокойство. Мы начинаем думать, как найти в этом огромном городе Макку. У нее мы должны остановиться. Макка бывшая балерина русского происхождения, подруга Джона Хьюстона. Мы набираем ее номер и, о чудо, ее дом оказывается в двух шагах от нас. Макка пригласила множество друзей. Один из них бородатый приветливый человек протягивает нам руку. Меня зовут Влади, я художник. Моего отца звали Виктор Серж. Сын Маки, который работает на телевидении, получил разрешение сделать большую передачу о тебе. Как все удачно складывается. Мы срочно готовим программу. Надо отобрать и перевести тексты на испанский, написать биографию, пусть даже не всю, потому что здесь тебя совсем не знают. Надо подумать о декорации и подобрать аккомпанемент. После долгих споров мы выбираем сольный концерт. Это то, что ты предпочитаешь. И последние записи, сделанные в ША для Си-Би-Эс, доказывают, что это и для публики лучшее решение. Вот текст, который ты пишешь для конферансе. Владимир Высоцкий актер работает в Москве в театре на Таганке, одном из интереснейших театров СССР, под руководством Юрия Любимова. В 1961 году Владимир Высоцкий закончил школу-студию МХАТ в Москве. Владимир Высоцкий сыграл кино больше двадцати ролей, среди которых Ибрагим Ганнибал в сказе про то, как царь Петр Арапа женил по Пушкину, и фон Корин в плохом хорошем человеке по Чехову. В театре он сыграл Галилея жизни Галилея Брехта, Лопахина в Вишневом саде Чехова и роль Гамлета в пьесе Шекспира. В 1976 году Труппа получила гран-при за представление Гамлета на фестивале в Бетеве Югославии. Высоцкий пишет слова и музыку песен, которые исполняет сам, аккомпанируя себе на гитаре. Его песни-баллады очень разнообразны по тематике лирические, политические, шуточные. У него их больше шестисот. Высоцкий записал пять сорокопяток в СССР и две большие пластинки в Париже. Темы-баллад разнообразны. Война, спорт, сказки. Здесь есть и песни протеста, но сам автор говорит, что он старается писать об общечеловеческих проблемах. В своих стихах он размышляет о жизни, смерти, о судьбе, о ненависти, о любви, о несправедливости, о героизме, о страдании, о свободе, о дружбе. Высоцкий не является официальным поэтом, то есть его тексты не печатаются, но стихи и баллады используются в кино. Он поет перед студентами, рабочими на заводах, университетах, в различных организациях. Он поет на сцене и на экране. Я не пишу для определенной категории зрителей, говорит он. Я стараюсь затронуть душу людей вне зависимости от их возраста, профессии, национальности. Я не люблю легких песен. Я не люблю, чтобы на моих концертах люди отдыхали. Я хочу, чтобы моя публика работала вместе со мной, чтобы она творила. Наверное, так установилась моя манера. Моя песня — это почти крик. Баллады Высоцкого — это монологи разных людей, но он всегда поет от первого лица и становится таким образом участником того, о чем поет. Он старается влезть в шкуру своих героев, жить и умирать вместе с ними. Я думаю, говорит он еще, что поэзия не знает границ, что проблемы, которые меня волнуют, точно также волнуют всех других. Я хотел бы, чтобы люди узнали еще одну грань творчества в моей стране — авторскую песню. Я хотел бы также надеяться, что языковой барьер не будет слишком большим препятствием для понимания. Больше всего я люблю петь для моих друзей, на сот которых я выношу каждую новую песню. Здесь я тоже надеюсь найти друзей. Любому артисту необходимо работать для людей, постоянно открывая для себя новое повсюду в мире. Мой театр приедет в ноябре в Париж. Я надеюсь, что когда-нибудь мы приедем в Мехико. Этот текст настолько не нуждается в комментариях, что передача проходит без интервью. Ты поешь, как всегда, не щадя сил. И телефонная станция телевидения буквально разрывается от звонков восхищенных зрителей. За час ты завоевал публику всего Мехико. Кто еще так похож на американца, как советский человек. Они отдыхают летом на берегу реки, рыбачат, пьют пиво и говорят о будущем детей в нескольких тысячах километрах друг от друга. И жители Подмосковья ничем не отличаются от жителей пригорода Нью-Йорка. Особенно ясно мы это увидели в Диснейленде. Если европейцев США шокирует наивность, без вкуса, мещанство во дворянстве, то именно все это и нравится советским, которые встречают здесь повсюду ту же старую добрую наивность и ребяческое желание поразить приятеля. Глядя на них, ты говоришь, как легко могли бы договориться между собой русские и американцы. Я чувствую, что Диснейленд особенно интересует тебя. Ты говоришь мне, о нем с самой Москвы. Может быть, ты видел передачу по телевизору или читал о нем или просто слышал? Диснейленд — это немыслимое нагромождение бутафории, замков, пиратских кораблей, искусственных речек и водопадов. Есть подвесная железная дорога, по которой ездит маленький поезд. Здесь толкутся люди, уплетая мороженое, гамбургеры и всякие там хот-доги. Приехав рано утром, мы успеваем покататься на всех аттракционах. Мы проходим по всем комнатам ужасов, бесконечным маленьким меркам, которые покоряют тебя. Ты разражаешься смехом при виде семьи карликов, если можно так выразиться, в натуральную величину. Я наблюдаю за тобой, потому что здесь все состоит из трюков, и для посвященного человека, работающего в кино или в театре, все шито белыми нитками. Но нет, по твоим широко открытым глазам, перебегающим с предмета на предмет, по твоему радостному лицу видно, что тебя захватывает это зрелище. В зале голограмм я и сама принимаюсь хлопать в ладоши. Здесь действительно великолепно. Праздничный зал, пыльный и словно забытый, опутанный гигантскими серебряными паутинами, друг приходит в движение и наполняется неземными существами, маркизами и маркизиками, оркестрами и слугами. Музыка Моцарта приглашает их танцевать, и они начинают кружиться в каком-то замедленном темпе. Кажется, что здесь остановилось время, и перед нами оживают утонченные призраки прошлого. Внезапно все исчезает. И вот мы уже снова в толпе, где ты не без злой радости обнаруживаешь, что толстые задницы не являются монополией России. Надо сказать, что мне редко приходилось видеть столько полных людей, одетых без всяких комплексов, полосатые или клетчатые бермуды, что отнюдь не придают им стройности, и то и дело подносящих к рту огромные порции мороженого, увенчанные кремом. Когда мы тоже, объявшиеся самой удивительной едой и булькая от дюжины стаканов ледяной кока-колы, с отекшими от долгой ходьбы ногами садимся на тротуар в ожидании машины, я чувствую себя разбитой, меня поддашнивает от усталости, а ты необыкновенно весел. Тебя подкупила эта добродушная Америка, которая и вправду похожа на ту толпу, которую можно увидеть в жаркий полдень на берегу Москвы-реки. Мужчины в нижнем белье и с мокрыми носовыми платками, завязанными узелками с углов на головах. Женщины, выбаливающиеся из толстых лапчатобумажных бюстгальтеров, мальчишки в длинных черных трусах в стиле футболистов сороковых годов, которые играют, как и мальчишки во всем мире, войну. Войну, которой все эти люди от Диснейленда до русских пляжей боятся как огня и все-таки не могут договориться о разоружении. Мы философствуем на эту тему всю дорогу до нашей шикарной супергостиницы с кондиционерами и звукоизоляцией, где, приняв ледяной душ, падаем на огромную постель, чтобы проспать всю ночь без сновидений. В том же году в Ницце одним весенним днем мы едва разминулись со смертью. Узнакомого владельца гаража, который обслуживает кинозвезд и немного коллекционирует редкости, я купила машину известного американского актера. Как его зовут я забыла, но помню марку машины Cadillac Continental. Настоящая чудо. Синего цвета, длинная, изящная, начиненная электроникой, с кожаными сиденьями, дымчатыми стеклами, удивительно быстрым разгоном благодаря турбонаддуву, со стереомагнитопоном, маленьким баром и холодильником. Машина не очень дорогая, потому что расходует много бензина. Где-то 28 литров на 100 километров. А еще у нее почти нет тормозов, но этого я пока не знаю. Ты открываешь дверцу, нажимаешь на все кнопки, ты откидываешь сиденье, получается что-то вроде люльки, и ты немедленно ложишься и даже на минуту закрываешь глаза. Стекла опускаются и поднимаются, музыку можно слушать с четырех колонок, впереди, сзади, слева и справа. После каждого нового открытия ты смотришь на меня круглыми глазами, будто сам себе не веря, снова что-нибудь включаешь, и все работает. И ты смеешься, как ребенок. Мы уже несколько часов едем к побережью, на спидометре сто восемьдесят километров в час. Кажется, что машина скользит, как лодка. Мне хочется, чтобы ты посмотрел на Ниццу сверху с большого горного уступа. Мы поднимаемся в горы, останавливаемся, чтобы полюбоваться пейзажем, закатом, серовато-розовыми облаками, и едем дальше. Мы ужинаем сегодня в Сен-Пале в золотом голубе. Я хочу познакомить тебя с семьей Ру, с их добрым и уютным домом, с бабушкой семейства Титиной, женщиной устрашающего вида, но удивительно гостеприимной и мягкой. Она очень любит моего младшего сына Владимира. Мы едем вниз по шоссе, я рассказываю тебе что-то, сверху хорошо видны старые кварталы Ниццы, вдруг я понимаю, что отказали тормоза. Передо мной последний прямой спуск, очень крутой. Я давлю на педаль, но она будто проваливается, и машина едва замедляет ход. Я торможу мотором и одновременно ручником. Ты ничего не замечаешь, ты залюбовался побережьем, а я уже вижу, словно в кино, как наша машина разбивается о скалу. Это счастье или беда, но актеры всегда контролируют свои эмоции. Слава Богу, впереди нас никого нет, и мы на бешеной скорости въезжаем на большую совершенно пустынную площадь. Как только мы выехали на ровное место, машина начинает тормозить сама и останавливается, издавая резкий запах жженой резины. Я вся взмокла от ощущения, что только что едва не убила тебя. Я говорю, что мне хочется пить, и мы идем выпить по стакану холодной воды. Это дает мне время собраться с мыслями, и вот мы снова пускаемся в путь. Ты восхищаешься зданиями в стиле Рококо на знаменитой набережной англичан. Уже начинает смеркаться. Какой-то человек нервно стрижет газон. Когда мы приезжаем мимо, машина вздрагивает от удара. Звук похож на выстрел. Мы оба выскакиваем из нашего красавца Кадиллака. На стойке, разделяющей переднее и заднее стекло справа, на уровне головы огромная дырка и врезавшаяся в обшивку камень, выброшенный машиной для стрижки газона, который еще бы секунда попал бы тебе в голову. Я думаю, Бог троицу любит, и, испугавшись этих предзнаменований, рассказывать тебе историю с тормозами, ты принимаешься хохотать, сначала потихоньку, потом во все горло. Вот так вот умереть в этой машине, с тобой здесь, быть убитым этим камнем, это же чудесно. Но видишь, что мне не до шуток, добавляешь, успокойся, со мной не так-то просто разделаться, еще не вечер. До глубокой ночи беспокойство гложет мне сердце, и лишь на рассвете я засыпаю. Третьего раза не случилось. На маленькой улочке возле площади Испании в Риме находится ресторан «Да Отелло». Это моя столовая, как здесь говорят. Я прихожу сюда каждый вечер после работы, когда снимаюсь в Риме. Три дочери старого отелло теперь хозяйки заведения. Это мои подруги, мы знакомы уже больше тридцати лет. Муж одной из них, Дарио, взял тебя под свое покровительство на время нашего пребывания в Риме. Этот музыкант и знаток музыкальных инструментов просто влюбился в тебя. Все началось с одного ужина, ставшего историческим. Я снималась в мнимом больном с Альберто Сорди. Ты сопровождал меня в Италию, ставшую как бы моей второй родиной. Я провела там годы юности. Я люблю Рим, и особенно квартал, который я тебе показываю сразу уже по приезде. Я выбрала маленькую гостиницу на улице Марио де Фьори в двух шагах от знаменитой лестницы на площади Испании и от нашего ресторана с внутренним двориком, увитым виноградными лозами. Здесь снуют ловкие официанты, словно из итальянских комедий. Вино подают легкое, макароны пальчики оближешь. Вокруг семейного стола уселись хозяйки, их дети, друзья, а за ними и все посетители ресторана потянулись к этому столу. Американские и японские туристы, пожилые обитатели квартала, отдыхающие в свежести вечера от почти тропической июльской жары, местные торговцы, врачи и санитары из ближайшей больницы, около двухсот пятидесяти человек больше двух часов стоят, прижавшись друг к другу и слушают, как поет русский. Поскольку старый отелло коммунист, большинство людей здесь за исключением иностранных туристов, доброжелательно настроены по отношению к тебе, тем более, что тебя представили как оппозиционера, а итальянские коммунисты дальше всех отстоят от линии Москвы. Еще здесь много киношников, которые кое-что слышали о тебе, о твоем театре, о любимой. Я с грехом пополам перевожу им слова твоих песен, иногда наступает полная тишина, потом раздается взрыв смеха, в такт песни люди начинают хлопать в ладоши, официанты то и дело разливают вино в стаканы. Сам собой получается праздник. Начиная с этого знаменитого вечера, Дарио будет твоим верным другом. Он любил тебя, записывал твои песни и в восемьдесят первом году сделал одну из лучших телепередач, посвященных тебе. И теперь, когда я возвращаюсь в Рим, прихожу на улицу Делла Кротчо и вхожу в арку, которая ведет во внутренний дворик. Я знаю, что друзья расцелуют меня, а потом станут вспоминать тот вечер семьдесят пятого года. Я знаю еще, что после ужина Дарио предложит мне посмотреть или послушать какую-нибудь новую запись, твою или о тебе. И поздно ночью в ресторане, наконец, освободившимся от посетителей, будут раздаваться голоса трех моих подруг Франки, Габриэлы, Марии, Пия. И потекут воспоминания в перемешку с мерным счетом слух. Одна из сестер пересчитывает дневную выручку. Одним прекрасным летним утром мы едем из Рима на машине на деревенскую свадьбу к холмам, возвышающимся над спалетто. Этот маленький городок, главная площадь которого стала самым красивым в мире театром под открытым небом, расстилается у нас под ногами, сверкая на солнце. На пологом склоне холма перед фермой лук. Наши приятели приехали накануне. Дарио и его жена Франко приготовили обед, столы на козлах ломятся от еды. Бочка итальянского деревенского вина уже начата. Дети бегают по траве, плетут венки из ромашек и васильков, несколько человек негромко поет. Мы все похожи на персонажей Боттичелли, особенно жених и невеста с их пышными локонами, грацией, ускользающими улыбками, с их первой любовью. Ты сидишь рядом со мной и смотришь на них. Волнение заразительно, и воздух такой мягкий, нам недостает лишь овидия. Все влюблены, даже старшие сидят, обнявшись за плечи. Ты увлекаешь меня в конец поля. Потревоженные опцы потихоньку снова собираются вокруг нас. Твои слова перемешиваются со щебетом птиц и шелестом травы. Где-то далеко в деревне звонит колокол. От земли поднимается теплый пар. У нас кружится голова от солнца, от простора, друг от друга. Ты шепчешь, как все просто и прекрасно в этом мире. Мы остаемся лежать, глядя в небо, наслаждаясь этими минутами тихого счастья. Спускается вечер, мы собираемся возле дома и поем по одиночке и хором. К нам вернулись мелодии нашего детства. Я пою русские колыбельные, ты берешь гитару, с которой никогда не расстаешься, аккомпанируешь мне, а потом и сам поешь старинные романсы. Мы еще долго сидим и поем, нам хочется продлить это состояние невесомости, хочется задержаться еще минутку в торжественном покое темнеющих на фоне неба холмов. Мы останавливаемся на шоссе, чтобы заправиться. Рядом с нами останавливается большой автобус. В конец измотанные пассажиры, которых нетрудно узнать твоих соотечественников, немедленно бросаются к туалетам. Некоторые подошли к автоматам с газированной водой, где мы стоим, и не верят своим глазам. Это Высоцкий с Влади. Они робко заговаривают с тобой, и вскоре заправочная станция заполняется людьми, обалдевшими от такой встречи. Видеть своих в итальянской деревне, говорить по-русски, раздавать автографы, тебе приятно. Работающие на заправке итальянцы никак не могут понять странного оживления, вызванного появлением этого невысокого человека. Они и не догадываются о твоей необыкновенной славе. Вот уже несколько недель ты лишен восторгов почитателей. И теперь ты доволен. Пассажиры автобуса выстроились в ряд, чтобы проститься с нами. Мы уходим с полными руками сувениров. Сначала и до конца день удался. Мы возвращаемся в Рим теплой ночью. В машине ты безмятежно засыпаешь у меня на плече. Август семьдесят шестого года. Мы в Югославии. На небольшом острове Свети Стефано. Ты снимаешься в фильме. Я приехал сюда вместе с тобой. Из Парижа мне звонит сестра. Сначала она просит меня сесть, отчего я сразу прихожу в ужас, и сообщает мне, что дом ограбили. Все, что я приобрела за двадцать лет работы, исчезло. Драгоценности, серебро, меха, кинокамеры, радиоаппаратура. Реакция моя сильно шокирует сестру. Я начинаю хохотать. Потом, отдышавшись, говорю, только-то я боялась, что с кем-нибудь из сыновей случилось несчастье. И правда, что значит пропажа вещей по сравнению с тем страхом, который я испытала? Я сообщаю тебе эту новость весело, будто забавную историю. Ты же страшно расстроен. В твоих глазах все эти вещи бесценные сокровища. Мне приходится тебя утешать. Конечно, все это очень обидно, ведь среди украденных драгоценностей были и маленькие колечки моей матери, которые она носила, не снимая всю жизнь. Я не взяла их с собой в поездку, боялась потерять во время купания. Что же до всего остального, все можно купить, и в конце концов, я могу прекрасно обойтись и без столового серебра, без драгоценностей и всякого другого. Но меха, говоришь ты, тебе они будут нужны зимой в Москве, и потом не обманывай, это твое единственное кокетство? Нет, не единственное, я еще люблю обувь, но обувь не тронули. Я признаю, что жалею о большой норковой шубе, в которой мне было так тепло и в которой я выглядела как настоящая барыня. Но существуют замечательные пуховки, я часто носила такие в горах. Да все это и не важно, дети здоровы, мы счастливы, мы работаем, жизнь прекрасна. В конце сентября я возвращаюсь в Москву. В аэропорту ты встречаешь меня, как всегда, в зоне досмотра. Твои поклонники с таможни пропустили тебя. Мы обнимаемся, ты берешь мой чемодан, я прохожу таможню довольно быстро, ведь кроме лекарств для друзей я ничего не везу. Ты беспрерывно говоришь о разных разностях, я чувствую, что ты что-то затеял. Дома ты открываешь дверь нашей квартиры, обитую дермантином. Соседы жаловались на избыток ежедневной музыки. Я вхожу в гостиную, везде горит свет, все убрано, на низком столике фрукты, в вазах цветы. Ты смотришь на меня, и в твоих глазах я вижу ликование, какое бывало у меня, когда мои дети, едва проснувшись наутро после Рождества, бросались разворачивать подарки. Ни слова не говоря, ты подводишь меня к двери в спальню и несколько театральным жестом открываешь ее. На большом голубом ковре, на кровати, на стуле, куда мы обычно вешаем одежду, на маленьком столике, где стоят мои туалетные принадлежности, и даже на подоконнике десятки серебристых шкур, настоящий меховой ковер, серая симфония. Ты говоришь, это мех, который ты так любишь. Все охотники России прислали мне самые красивые шкурки для тебя. Это баргузинский соболь, самый редкий, посмотри, ты можешь шить себе самую красивую в мире шубу. Тебе не будет холодно этой зимой. Я в жизни никогда не видела ничего подобного. Мама рассказывала мне, что бабушкин меховой палантин был сшит из десятков соболиных шкурок, вывернутых мехом внутрь, чтобы было теплее. Я смотрю и не верю своим глазам. Меня только немного коробит от резкого запаха этого меха. Ты говоришь, что это ничего, что шкурки не выделаны, что охотники прислали их тебе в частном порядке, и они не прошли через государственную дубильню. Здесь шестьдесят шкурок, хватит на длинное манто, хоть со шлейфом. На завтра я убираю их на антресоль большой чемодан, думая, что потом отдам их обработать и сшить. И продолжается обычная жизнь с ее заботами, трудностями, палками в колесах. Некоторое время спустя я вспоминаю о соболях, открываю чемодан и отшатываюсь. Тысячи червей извиваются на поверхности. Почти весь мех испорчен. И только три шкурки уцелели. Они и теперь у меня шелковистые воспоминания. Однажды вечером мы подъезжаем к большой гостинице в Мюнхене. Мы должны здесь встретиться с твоим другом Романом. Он эмигрировал несколько лет назад и теперь торгует машинами. А это одна из твоих страстей. Я весь день за рулем, я устала, и когда ты говоришь мне смотри кто стоит, я не сразу узнаю человека, который курит в тени. Его фигура вырисовывается контр- ажуром, и когда он затягивается, я вдруг на мгновение вижу его выразительное лицо и глаза с тяжелыми веками. Это Чарльз Бронсон. Афиши его последнего фильма расклеены по всей Европе. Он один из твоих любимых актеров, и тебе непременно хочется поговорить с ним. Я не успеваю удержать тебя, ты выскакиваешь из машины и направляешься к нему. Я вижу, как ты что-то ему объясняешь, а он спокойным широким жестом отстраняет тебя и отворачивается. Ты возвращаешься ко мне. Ты хочешь, чтобы я объяснил ему, что ты русский актер, что ты хочешь высказать ему свое восхищение? Ведь меня он выслушает? Я отвечаю тебе, что вряд ли ему это будет приятно. Я напоминаю тебе, как ты сам устаешь, когда в ресторанах, на улицах, в магазинах люди бросаются к тебе с вопросами, но ничего не помогает. Тебе непременно хочется с ним поговорить. Я в свою очередь выхожу из машины, подхожу к Бронсону, но не успеваю сказать фразу, которую приготовила. Лениво, усталым голосом он обрывает меня. Оставьте меня в покое. Идите отсюда. Тем же жестом он отстраняет и меня. И, повернувшись на каблуках, уходит в гостиницу. Ты издали наблюдал за этой сценой, ты страшно обижен. И мне очень нелегко тебя утешить. На несколько минут ты забыл, что такое известность, сколько с этим связано ежедневных неприятностей. Сейчас ты всего лишь обычный поклонник, тщетно пытавшийся подойти к любимому артисту. К счастью, наши друзья уже пришли, и мы сразу же начинаем обсуждать твою более прозаическую мечту покупку Мерседеса. Я привозила из Парижа в Москву много машин. Ты научился водить, разбив несколько из них. Теперь тебе нужен Мерседес. Он надежен, и можно найти запчасти у немецких дипломатов, а еще потому, что это одна из марок, которую Брежнев получил в подарок и время от времени вводит сам. А мода, как всегда, следует вкусам или внешнему виду высшего руководства. Ты шутишь над внезапным распространением родинок на лицах аппаратчиков при Хрущеве, над сгустившимися чудесным образом бровями в эпоху Брежнева. Над акцентом, которым заражаются даже дикторы телевидения, пытаясь подделаться под манеру генерального секретаря. Но все-таки тебе самому хочется такую же машину, и, несмотря на трудности, связанные с провозом машина через границу, на мой взгляд, это гораздо труднее, чем внезапно покрыться родинками или отрастить брови. Ты настаиваешь. В конце концов, ты неплохо проработал этот вопрос. Благодаря нескольким концертам для таможенников ты получаешь разрешение на воз Мерседеса. Все машины, которые я привозила до сих пор, надо было увозить из Советского Союза через определенный срок. А эту можно будет оставить, заплатив, правда, довольно большой налог. Но это тебя не пугает. Ты даешь по пять концертов в день, каждый по два часа, на огромных битком забитых стадионах. Один с гитарой, с плохим микрофоном, который воспроизводит эхом твой крик, где почти невозможно разобрать слов. Но публика знает твои песни наизусть, и потому для нее главное в концерте сам факт твоего присутствия. И так продолжается десять дней подряд, десять дней, украденных из твоего отпуска в театре. Под конец ты худеешь, изматываешься и доходишь до полуобморочного состояния, но успеваешь заработать необходимые деньги. А организаторы твоих концертов, например, городская филармония, кладут в карман сотни тысяч, сразу же выполним чуть ли не половину годового плана. Правда, часто случается, что концерты отменяют в последний момент, вывесив соответствующее объявление для публики. Но обычно собравшиеся зрители отказываются уходить, требуют твоего выхода, а при твоем появлении устраивают такую овацию, перед которой вынуждена отступить любая цензура. «Итак, необходимую сумму тебе удается собрать, а в остальном ты рассчитываешь на меня. К валюте ты не можешь и прикасаться, даже когда гораздо позже за концерты на Западе ты будешь получать валюту, эти деньги тебе будут переводить в рубли, как и всякому советскому гражданину, работающему за границей. На этот счет у тебя есть одна мысль. Чтобы поехать за границу, каждый советский турист должен получить некоторую сумму в валюте, пусть минимальную. А между тем, если путешествия за границу сделают свободными, если несколько миллионов туристов захотят на несколько дней съездить, пусть даже в соседнюю Западную Европу, государству придется выдать им миллионы в валюте. А валюта, естественно, гораздо более полезна для закупки техники или пшеницы, которых не хватает. И так, кроме всего прочего, существуют чисто экономические препятствия для свободного въезда и выезда людей. В Советском Союзе не так уж много желающих эмигрировать. Часть интеллигенции, люди, чувствующие себя выброшенные за борт, евреи, мечтающие об Израиле, верующие, гомосексуалисты, непонятые творцы, сопротивляющиеся системе, мистики и еще те, кто рассчитывает на богатство, успех и славу на Западе. Но все остальные, то есть двести с лишним миллионов человек, хотят просто-напросто провести отпуск не на Черном, а на Средиземном море, не в одной из республик Советского Союза, об одной из европейских стран. Просто чтобы посмотреть, вкусить радость путешествия, сменить обстановку. Но вот помимо вопросов открытости мышления, существует непреодолимая проблема валюты. И из-за нее, думаешь ты, свободные передвижения людей еще не скоро разрешат. Итак, мы в Мюнхене, и нам нужно найти подходящую машину. Надо сказать, что ты пытался купить Жигули, но на них огромная очередь, а цена больше налога за иномарку. Мы с Романом бегаем по огромным стоянкам машин в комиссионных магазинах, и мы останавливаемся перед той, которая станет твоей первой машиной. Огромный Мерседес серо-стального цвета с четырьмя дверцами. По сравнению с новой машиной он просто ничего не стоит. Мы покупаем вожделенный Мерседес. Твоя радость передается и нам. Ты просто счастлив, ты садишься за руль и забавляешься. Увидев эту машину, московские гаишники сначала отдавали тебе честь, путая тебя с кем-то, а потом, узнав тебя, так и продолжали приветствовать тебя по-военному, когда ты ездил по городу. За этой машиной появится другой Мерседес, спортивный, шоколадного цвета. Это будут твои любимые игрушки. Только что купленная шоколадка, спортивная и норовистая, везет нас из Германии в Москву. Это конец 79-го года. Мы едем со скоростью больше 200 километров в час по немецким дорогам, проезжаем польскую границу, и ты с гордостью сообщаешь мне, что для Олимпийских игр строится дорога Брест-Москва. Покончено наконец с той жуткой дорогой в Ухабах и Рытвинах. Теперь и у нас можно нестись на полной скорости. И правда, мы едем очень быстро. Меня только беспокоит отсутствие машин и дорожных знаков, но ты так уверенно говоришь, что просто сегодня воскресенье, выходной день, что я, не сбавляя скорости, еду дальше. Впереди я вижу какой-то проем в лесу. По обеим сторонам дороги бульдозеры, экскаваторы, катки, а главное кончается асфальт. Я жму на тормоза, перед глазами мелькает один из моих давнишних кошмаров. Дорога обрывается, прыжок в пустоту небытия. Наглотавшись пыли, кашляя, ругаясь, мы сидим в песке в нескольких метрах от дороги. Шоссе в этом месте оборвалось, и на скорости сто километров в час мы вылетаем с двухметровой ступеньки. После нескольких часов блуждания по лесу, живые и невредимые, мы, наконец, выбираемся на старое шоссе какими-то разбитыми тропинками. Ты, несмотря ни на что, доволен. Зато, когда ее закончат, это будет самая красивая дорога. Однажды утром нам звонит елочка, не сильно волнуясь, сбивчиво объясняет, что мебель и вещи Конин будут распроданы чужим людям, и надо немедленно что-нибудь сделать. Я сама начинаю волноваться, но все-таки не совсем понимаю, что делать. Я обещаю ей поговорить с тобой, и, как только ты возвращаешься вечером, спрашиваю, кто это Конин? Как ты не знаешь Таирова и Конин? Я отвечаю, что первое имя мне еще что-то говорит, и робко предполагаю, это, кажется, ученик Станиславского? Ты принимаешься хохотать. Ты почти угадала, ты хитрая, действительно. Алиса Конин была ученицей Станиславского, но Таиров великий режиссер, который создал камерный театр. Она одна из самых великих трагических актрис. Она умерла недавно, ей было больше восьмидесяти лет, надо пойти. И потом, если елочка просит... Когда мы приходим к нашей старушке, она рассказывает нам со слезами на глазах, что в квартире ее друзей, этой знаменитой супружеской пары, музея вопреки надеждам не будет, и все, что там есть, будет распродано. Она умоляет нас взять хоть что-нибудь, потому что эти вещи свидетели жизни артистов русского театра, не должны попасть в случайные руки. Она считает, что им лучше жить у нас. Мы поднимаемся по лестнице и входим в квартиру. Комнаты очень темные, на стенах светлые пятна в тех местах, где висели картины. Повсюду картонные коробки, набитые книгами, свернутые ковры. Все производит впечатление вынужденного поспешного переезда, и от этого сжимается сердце. Мы держимся за руки и молча идем по комнатам. Мне странно, что в доме такая громадная мебель. Ты говоришь с горькой усмешкой, они просто не смогли забрать все. В современных квартирах слишком мало места. Но нам повезло, у нас большая квартира с холлом, нормальный коридор, где все пройдет, даже если надо рояль. посмотри и выбери что хочешь, а я посижу здесь. И ты садишься в красивое кресло темного дерева в стиле ампир и просто тонешь в нем. У кресла очень высокая спинка, как у плетеных шезлонгов, которые можно видеть на пляжах на севере Франции. Я немедленно решаю, что мы берем это кресло. Потом я останавливаюсь перед большим письменным столом, с многочисленными ящичками и выдвижными частями. Он похож и на конторку, и на бюро. Привлекает мое внимание секретер очень дамского вида, на котором забыты несколько писем и пыльных фотографий. И еще застекленная горка. Внутри в светлом ореховом дереве поблескивают лучи света и создается контраст с красным деревом снаружи. Наконец, мне показывают огромный платяной шкаф. Когда его открывают, оттуда вырывается запах нафталина и театрального грима. В шкафу на железных плечиках висят дорогие старомодные платья, тоже на продажу. Я с нежностью выбираю два из них, расшитые жемчужинами и черными агатовыми бусинами, и кружевную накидку, тоже черную. Мы уходим немного грустные. Ты говоришь мне на лестнице целая жизнь, любовь, горести, успехи, трудности, творчество, поиск, и не остается ничего, кроме нескольких разрозненных частей целого, которая и составляла эту жизнь. Мы еще долго беседуем на тему о быстротечности жизни, о суетности успеха, о бесполезности накопления вещей, о неблагодарности правительства, о жадности вездесущих наследников. За этим письменным столом ты написал свои самые прекрасные стихи. В этом кресле я часами слушала, завернувшись в плед, как ты читаешь мне их. В ящичках секретера уложены сотни фотографий, статей, сувениров. Я увезла с собой в Париж кружевную накидку, которая напоминает мне элегантность и изящество Алисы Коунин. При разделе имущества в 80-м году я взяла лишь свои личные вещи, оставив квартиру со всем ее содержимым наследником. Мне не хотелось бы, чтобы одним печальным днем кто-нибудь ходил вот так же по нашей квартире, выбирая что-нибудь из вещей среди обломков нашей прошедшей жизни. На улице морозит. Мы только что переселились в квартиру, которую нам сдали дипломаты, уехавшие работать в Африку. Район строится. Это целый мини-город на юге Москвы. На 15 еще незаконченных, но заселенных домов приходится всего один продуктовый магазин. Обычно я ездила на машине в центр и покупала продукты на валюту. Но у тебя появилась привычка каждое утро забирать у меня машину. Ты получил водительские права по блату. Я научила тебя водить, и ты тут же начал ездить и в часы пик, и по самым оживленным улицам. Ты ничего не боишься, но мне страшно с тобой ездить. Итак, сегодня утром я остаюсь без машины, а на улице очень холодно. Я помыла посуду, оставшуюся с вечера, сделала всякие домашние дела, постирала кое-какие мелочи, несколько свитеров, рубашек, салфетки и скатерти, и намереваюсь теперь приготовить хороший ужин. Мы ждем четверых очень близких людей, в театре вечером нет спектакля, и я знаю, что ты вернешься пораньше. У меня возникает мысль заглянуть в продуктовый магазин. Во-первых, мне надо пройтись, а во-вторых, я хочу купить кое-какие продукты, хлеб, сыр, масло, мне повезет, и по счастливой случайности здесь окажутся апельсины, какие-нибудь перемороженные коры или даже батон колбасы с чесноком, который ты так любишь и который вдруг выбрасывает на прилавки главное управление торговли, когда у хозяек не остается ничего, ну, буквально ничего, чтобы можно было подать к столу. В норковом пальто на ватине, в сапогах, в шапке, в муфте и солнечных очках вид у меня просто марсианский. Я выхожу из дома, захватив несколько сумок. Воздух удивительно чистый и сухой, вдалеке синеет лес. Я с грустью смотрю на огромную пустую площадку, где возвышаются наши дома. Лес здесь выкорчеван гигантскими бульдозерами, не пощадили ни одного дерева, ни одного кустика. Так быстрее, так дешевле. И следующие пятнадцать лет люди будут жить в бетонированной пустыне, где несколько ракетичных кустов, постоянно обдираемых мальчишками, не спасут в летнюю жару. Я иду к магазину, стараясь не попадать в заледеневшую грязь. Я перепрыгиваю с бугорка на бугорок, потом уже по бетонным плитам подхожу к толпе закутанных женщин, которые ждут открытий магазина после обеда. Кстати, я рассчитывала подойти попозже. Я знаю, что в такое время каждый раз бывает давка, куда я предпочитаю не попадать. Продавщица, должно быть, запаздывает, потому что все небольшое собрание недовольно жужжит. Мой приход ненадолго отвлекает их от разговора, но плохое настроение сильнее, чем любопытство. И все снова принимаются ворчать. И вот дверь магазина открывается. Как взбудораженный курятник, толпа устремляется к дверной проем, переругиваясь и пихаясь. В дверь могут пройти одновременно только два человека. Я жду и вхожу последнее в холодный и сырой торговый зал. Я сразу же определяю по запаху, что сегодня привезли только молочные продукты, масло и, если еще не раскупили, сыр. Этот магазин самообслуживания совсем новый, на полке уже в безобразном состоянии, а у корзин осталось по одной ручке. Редко лежащие продукты завернуты в противную толстую серую бумагу, на которой фиолетовыми чернилами помечена цена. Это мой первый поход в магазин в новом районе. Я покупаю кое-что из продуктов и становлюсь в очередь в кассу. У меня пять пакетов разных размеров. Я плачу и собираюсь уже уходить, но тут контролерша на выходе заставляет меня открыть сумку, вынимает оттуда все мои покупки и потрясает каким-то свертком. Какой ужас! У меня оказался лишний кусок сыра на двадцать восемь копеек, которые кассирша не пробила. Мне становится жарко и почти дурно. К тому же мне стыдно, потому что все остановились и смотрят на меня. Я робко говорю, что кассирша забыла пробить, что ничего страшного не произошло, я сейчас доплачу. Ах, вот как кассирша забыла! Знаем мы эти песенки, вот так и создают дефицит. Если одна украдет, она употребила именно это слово. Кусок сыра, другая кусок масла, что будет с государством? Я как в кошмарном сне. Вокруг кричат, женщины ругаются, я вынимаю из кошелька все мои советские деньги и бросаю их на прилавок. Возьмите, мне не нужны ваши деньги. Женщин это приводит в бешенство. Нашими деньгами так не бросаются, мы их тяжело зарабатываем, не то, что некоторые. Я чувствую, что сейчас упаду в обморок, я вся взмокла, мне хочется плакать. Я вынимаю сумочки франки и в каком-то дурацком порыве, рассчитывая доказать мое искреннее намерение, предлагаю заплатить валюте. И вот тут меня единодушно выталкивают вон, и я стою в замерзшей грязи под водопадом ругательств, прижимая груди свертки. Я подхожу к нашему подъезду, ничем не отличающемуся от других. Ты уже вернулся и встречаешь меня широкой улыбкой. По моим покрасневшим глазам шапки на бекрень и потому, как я прижимаю к себе маленькие серые свертки, ты сразу понял, что произошло. Ты берешь у меня свертки и обни у меня за плечи ведешь домой, утешая как маленькую. Ты ходила за покупками, да, бедненькая моя? И все-таки ты должна понять этих женщин. Для тебя это всего лишь неприятная история, она скоро забудется, они живут так каждый день, прости их. Завтра я оставлю тебе машину. После тяжелой ночи с множеством друзей, застольем, водкой, ссорами и примирениями, рано утром мы должны ехать к писателю, с которым ты работаешь над сценарием. У него дача довольно далеко за городом. Пригородный поезд набит людьми, которые едут в деревню, увозя с собой все, что они не могут купить на месте. Все перегружены, дети плачут, кошки и собаки пытаются вылезти из корзин и ошейников в вагоне душно. Я так плохо себя чувствую после вчерашнего, что тебе становится жаль меня, и ты с лукавым видом подталкиваешь меня к буфету на станции. Здесь стоят в очереди дежурные пьяницы, продают пиво, самую дешевую водку и еще что-то отдаленно напоминающее коньяк. Мужчины украдкой показывают друг другу три пальца и немедленно находят недостающего одного или двоих, которые добавляют денег до необходимой суммы, чтобы купить пол-литровку, а потом вся компания отходит в сторонку. Разделяя содержимое бутылки на троих, точно до капли, по звуку, по бульканью льющейся жидкости, они выпивают свою долю и приходят в отличное расположение духа. Пахнет пивом, потом, дешевыми папиросами и вдобавок невыносимо жарко. Мне становится так нехорошо, что я, как безумная, бросаюсь к двери с надписью «Ж». Но, едва переступив порог, я застываю на месте. Я вижу на цементном возвышении несколько женщин, спокойно присевших редком. Они все поднимают на меня глаза. Я потрясена. И тут, видя мое смущение, из какой-то внутренней деликатности все поворачиваются спиной к единственной свободной дыре. Со слезами благодарности на глазах я выхожу, пошатываясь из двери беленького строеница, на всю жизнь запомнив эту картину. «Ты держишь два стакана и приказываешь мне выпить. Меня передергивает, но ты настаиваешь». «Надо, надо, это единственное средство, как говорит Воланд мастере Маргарите, лечи подобное подобным». «Ты хохочешь, глядя, как я морщусь, опохмеляюсь, заглатываю пятьдесят граммов водки и запиваю ее стаканом ледяной воды». И вдруг все как рукой снимает, и я снова становлюсь человеком. Ты внимательно наблюдаешь за мной, и в этот момент глаза у тебя наполняются издевательским весельем. «Вот так и становятся алкоголиками. Осторожно, мадам! И такой радостной и приветливой вдруг кажется мне эта станция». «Приближается новый 1979 год. В нашей новой квартире батареи едва теплые и совершенно не греют. Везде, кроме кухни, где весь день горит плита, просто костенеешь от холода. На градуснике за окном минус сорок. Мы не снимаем стеганых курток, шапок и меховых сапог. Окна заледенели и покрылись причудливыми геометрическими узорами. Из дома мы не выходим. И вот однажды вечером мы слышим сначала какой-то шум на улице, а подойдя к окну видим, как отражаясь по кафельной отделке соседнего дома пляшут высокие языки пламени. Ты выходишь на лестничную площадку, возвращаешься через несколько минут с будораженной и говоришь, что во дворе происходит нечто невообразимое. Мы бросаемся на улицу. Из всех домов выходят закотанные до самых глаз люди. Все кричат, особенно женщины. Их ясные сильные голоса выделяются на фоне общего шума. Нам удается разобрать обрывки фраз. Так больше невозможно, изверги, позор, все спалим. И правда, пламя уже пожирает доски, которые люди с остервенением вырывают из забора на стройке. В первый и единственный раз в жизни я видела московскую толпу с яростью, демонстрирующую свое негодование. Во многих домах уже совсем не топили, лопнули котлы. Старики и дети свалились с воспалением легких. Ситуация трагичная, потому что в новых домах нет ни печей, ни вспомогательной системы отопления, а электрообогреватели уже давным-давно исчезли из магазинов. Некоторым удалось отправить детей к бабушкам и дедушкам в деревню, где в любую стужу в избах тепло. Но не у всех есть такая возможность, и гнев нарастает. Уже не осталось больше досок, которыми можно было бы поддержать костер. Некоторые грозятся начать жечь деревянные двери подъезда, другие стараются снять шины у машин со стройки, и все это начинает напоминать бунт. Приезжает милиция. Толпа недовольно шумит, расступается, постепенно расходится, и вскоре мы остаемся почти одни. С замерзшими лицами, со склеивающимися от мороза ноздрями, заиндивевшими бровями, мы возвращаемся домой после того, как нам было категорически предложено освободить площадку. Это длилось всего несколько минут, но результат не замедлил сказаться. Ночью были посланы специальные бригады для ремонта лопнувших котлов, и на завтра все поздравляли друг друга. Без вчерашнего случая, говорили, никто бы ничего не сделал. Тот же вечер мы уезжаем деревню встречать Новый Год. Наши друзья живут там круглый год в избе посреди березовой рощи. Место это прямо из волшебной сказки. Так и ждешь, что появится снегурочка и пройдется по саду. Мороз заворожил все вокруг, снег хрустит под ногами, небо глубокого синего цвета. Все застыло, ни одна веточка не шелохнется. Только пес изюм несколько раз выскакивает во двор и со всех ног бежит обратно, чтобы свернуться калачиком у камина. Это единственная на моей памяти собака, которая как-то раз с гримасой от вращения отвернулась от кости, почти отмахнулась лапой. Так она объелась на Рождество. И мы в самом деле объедаемся. Вот уже третий день подряд подают разные кушания, которые просто невозможно не попробовать. Мой сын Владимир спит в обнимку с собакой на коврике у камина. Каждые полчаса мы выходим за дровами и прогреть машину. Тебя мучают мысли о людях, сосланных в Сибирь. Ты представляешь, как они плохо одеты, голодные, проводили долгие месяцы на страшном холоде, пытаясь выжить. И нам становится не по себе в нашем теплом и уютном доме. Самые счастливые минуты ты всегда вспоминаешь о страшных временах, о войне, о тех, кому плохо. В 73-м году мы едем в Западный Берлин через Польшу и Восточную Германию. Всю дорогу ты сидишь мрачный и напряженный. Возле гостиницы ты выходишь из машины и тебе непременно хочется посмотреть Берлин. Это первый западный город, где мы остановимся на несколько часов. Мы идем по улице и мне больно на тебя смотреть. Медленно, широко открыв глаза, ты проходишь мимо этой выставки невиданных богатств. Одежды, обуви, машин, пластинок и шепчешь. И все можно купить, стоит лишь войти в магазин. Я отвечаю, все так, но только надо иметь деньги. В конце улицы мы останавливаемся у витрины продуктового магазина. Полки ломятся от мяса, сосисок, колбасы, фруктов, консервов. Ты бледнеешь, как полотно, и вдруг сгибаешься пополам, и тебя начинает рвать. Когда мы наконец возвращаемся в гостиницу, ты чуть не платишь. Как же так? Они ведь проиграли войну, и у них все есть, а мы победили, и у нас нет ничего, нам нечего купить, в некоторых городах годами нет мяса, всего не хватает везде и всегда. Это первая такая долгожданная встреча с Западом вызывает непредвиденную реакцию. Это не счастье, а гнев, не удивление, а разочарование, не обогащение от открытия новой страны, а осознание того, насколько хуже живут люди в твоей стране, чем здесь, в Европе. В эту ночь ты не сомкнешь глаз, ты произносишь, как в бреду, обрывки фраз, потом долго молчишь. Война, потерявшиеся дети, сироты, собравшиеся в стаи, как волчата, озлобленные и голодные, кочующие по обескровленной стране. Война, женщины, на которых легла вся тяжесть мужской работы, вдвойне придавив их. Война, блокада Ленинграда, долгие месяцы ужаса и отчаянного мужества, когда жизнь продолжалась несмотря ни на что. Эти оркестры, составленные из стариков-музыкантов, играющих почти беззвучно, умирающих от голода и усталости. Война, несколько миллионов коллег с непоправимо изувеченными телами и душами. Теперь ты сидишь у окна словно каменной и рассказываешь каким-то чужим голосом. Мужчина тридцати пяти лет потерял обе руки и обе ноги. Таких называют самовар. Его поднимают, переодевают, моют, кормят. Его укладывают в кровать, похожую на коробку, а он не спит. Утром его усаживают на специальный стул на высоких ножках, такой, будто детский стульчик. Его жена, которой принесли с войны этот мешок страданий, ухаживает за ним. Выходило его. Ей сообщили, что ее беспомощный муж проживет еще сто лет. Он здоров. сердце, освобожденное от обязанности подводить кровь к рукам и ногам, будет биться еще очень долго. Она любит его, она хочет, чтобы он жил даже такой ценой. Поначалу он отказывается говорить, но вдруг однажды вечером он начинает задавать вопросы о доме, о жизни в квартале. Женщина счастлива, что ему это интересно. и рассказывает о каких-то наполовину придуманных событиях, происходящих у соседей и во дворе. Жизнь идет своим чередом. Квартал отстраивается заново. Играют свадьбы. Мужчина говорит, что он хочет сам посмотреть, как люди живут. Только вот как бы это устроить? И своей коробке и даже со стула ему ничего не видно. Женщина подтаскивает его к окну. Так он может смотреть на солнце, на цветущие деревья. Это весна. Мужчина внимательно разглядывает набухшие почки, окна отмытые от приклеенных на зиму полосок бумаги. Он смотрит, как внизу во дворе играют дети. Пригревает солнце и их постепенно раздевают, как луковички от тяжелых зимних одежек. Соседи привыкают видеть за окном лицо мужчины. Становится теплее, можно открывать окна. Сильная женщина заботливо усаживает беспомощному мужчину высокий стульчик у окна. Она уходит на работу, за ней закрывается дверь. Мужчина наклоняется, цепляется зубами за занавеску в цветочек, нечеловеческим усилием вынимает себя из стула, раскачивается, переваливается через подоконник и, разжав зубы, навсегда освобождается от обязанности жить. Кто сказал, все сгорело дотла, больше в землю не бросите семя? Кто сказал, что земля умерла? Нет, она затаилась на время. Материнство не взять у земли, не отнять, как не выхерпать море. Кто поверил, что землю сожгли? Нет, она почернела от горя. Как разрезы траншеи легли, и воронки как раны зияют, обнаженные нервы земли неземное страдание знают. Она вынесет все, переждет, не записывай землю в калеки. Кто сказал, что земля не поет, что она замолчала навеки? Нет, звенит она, стоны глуша, изо всех своих ран, из отдушин, ведь земля это наша душа, сапогами не вытоптать душу? Кто сказал, что земля умерла? Нет, она затаилась на время. В праздник победы мы смотрим хронику военного времени. Немецких пленных ведут по московским улицам. Длинные колонны движутся медленно, люди в грязной и взорванной одежде, многие ранены, некоторые очень молоды, почти дети, но есть и старики. Они идут с поникшими головами, глядя себе под ноги. Нескольких метрах позади них поливальная машина, смывающая с улиц их следы. На тротуарах толпы людей, на лицах все чувства народа победителя, прошедшего через годы страданий, неприязни, ненависти и злобы. Некоторые плачут, вспоминая, наверное, о пережитом. И все-таки на улицах тихо, ни криков, ни проклятий. Только струится вода, отмывая землю от скверны. Вдруг какая-то женщина отделяется от толпы, подходит к немецкому подростку. Кажется, что она сейчас ударит его. Но она вынимает из подболтающегося на ней мужского пиджака горбушку хлеба и протягивает ее ребенку. Я никогда не забуду выражения лиц пленных. Это были стыд и недоверие, а потом удивление и благодарность. Они идут мимо, и, не имея возможности даже на секунду остановиться, повернули назад головы, еще долго провожая глазами женщину, которая простила их. Однажды вечером ты возвращаешься на веселе и, свалившись на диван, сообщаешь мне, я был у Хрущева. На мой удивленный взгляд ты отвечаешь, что Хрущев с тех пор, как потерял власть, живет недалеко от Москвы, что он попросту пригласил тебя и что тебе тоже было любопытно встретиться с этим человеком, который был главой Советского Союза и некоторым образом способствовал либерализации искусства, а главное сделал доклад о преступной деятельности Сталина. Ты взял гитару и отправился к нему. На столе были пироги и, конечно же, ледяная водка. Никита Сергеевич любит выпить. Он немедленно задает тебе кучу вопросов. Что ему интересно, так это знать, как ты пишешь песни о войне. Он предполагает, что фронтовики много рассказывали тебе о ней. Когда ты объясняешь ему, что все, что ты пишешь, появляется почти без сознательного усилия, что тебе надо только влезть в шкуру персонажей, как актеру, чтобы рассказать о событиях, в которых ты, естественно, не участвовал. Хрущев очень удивляется. Ты, в свою очередь, задаешь ему вопросы и поешь. В сумерках ты разглядываешь круглое раскрасневшееся лицо бывшего первого секретаря. Ты спрашиваешь его о художниках- абстракционистах, выступ которых он приказал уничтожить бульдозерами. Он еще больше краснеет и, хлопнув себя руками по коленкам, прямо-таки взрывается. Меня обманули. Мне объяснили это. Я-то ничего не понимал в живописи. Я крестьянин. И, вздохнув, добавляет, и вообще мне сказали, что все они педерасы. Заканчивая рассказ об этой встрече, ты с грустью смотришь на меня. Кто знает, может быть, если бы с ним тогда кто-нибудь поговорил, вот как я сейчас, шестидесятые годы стали бы эпохой в развитии советского искусства. И, отмахнувшись от этих оптимистичных мыслей, ты говоришь, когда они там наверху, их даже увидеть-то нельзя. Не то, что поговорить. то, что все называют китайским циклом, это на самом деле несколько песен, написанных в шестидесятые годы. Песни эти вызвали такое неудовольствие китайского правительства, что тебе был запрещен въезд в Китай до конца времен. Надо сказать, что ты в самом деле выражениях не стеснялся. Возвращаясь из Парижа в Москву на машине, мы обсуждаем события, слово в слово вспоминаем все твои тексты. Невероятно. Кажется, что это какая-то яркая хроника событий, сотрясающих великий Китай. И все сказано с провидением почти божественным, ведь ты писал эти песни за несколько лет до событий. Ты сам себя удивляешься. Приехав в Москву, ты зовешь друзей и небезгордности сообщаешь «Я ясновидящий». И снова начинаешь петь песни китайского цикла «Квящие радости присутствующих». Среди твоих любимых артистов есть один нежность к которому у тебя безгранична. Его зовут Янгибаров. Он молод, в нем все прекрасно. Он тоже своего рода поэт, он заставляет смеяться и плакать публику и детей и взрослых. Этот волшебник украл пальму первенства устареющего Олега Попова и других традиционных ковровых клоунов. Он работает в минорных тонах, никаких тортов с кремом в лицо, красных носов, полосатых штанов, огромных ботинок. Разбивая тарелки, он переключает публику с бешеного хохота на полную тишину. А потом удивляешься, что у тебя стоит ком в горле. И вот уже люди вынимают носовые платки, чтобы украдкой вытереть слезы. Этот удивительный атлет творит чудеса на арене. Если тебе удается на несколько секунд сделать крокодила на одной лапе, то он без видимого усилия может больше минуты оставаться в таком положении. Мы часто встречаемся в цирке в компании Добряка Никулина, который так любит детей, что десятками катает их на своей машине по Москве. В ваших отношениях чувствуется взаимное восхищение. Однажды тебе звонят, и я вижу, как у тебя чернеет лицо. Ты кладешь трубку и начинаешь рыдать, как мальчишка захлеб. Я обнимаю тебя, ты кричишь. Енгибаров умер. Сегодня утром на улице Горького ему стало плохо с сердцем, и никто не помог, думали, что пьяный. Ты начинаешь рыдать с новой силой. Он умер, как собака, прямо на тротуаре. В каждый период твоей жизни у тебя был какой-нибудь закадычный приятель. За двенадцать лет их было семь. Меня поражало, как тебе необходимо их присутствие, общие секреты сидений на кухне целыми ночами. Среди этих приятелей были Иван, артист твоего театра, талантливый человек с неудавшейся судьбой, Володарский, друг детства и приятель по пьянке, впоследствии оказавшийся предателем. Еще один приятель электронщик долго был у тебя звукооператором и, имея в своем распоряжении оригиналы твоих записей, торговал ими. Все эти люди были лишь лакеями, которых ты не сегодня-завтра оставлял в тени забвения. Но один друг останется навсегда. Когда ты знакомишь меня с этим человеком, я уже знаю, что он вернулся оттуда, откуда не все возвращаются. Он был приговорен к бессмысленному сроку — 170 лет, амнистирован после двадцатого съезда, но уже отсидев шестнадцать лет в лагерях. Шестнадцать лет каторги в Сибири из-за безобидного письма, где он цитировал опального поэта. Эти годы превратили моряка, влюбленного в русский язык, в человека, спасшегося из ада. Он выжил, этот крепкий мужик. Здоровый со мной, он беззастенчиво протягивает мне свою изуродованную руку, которую, как я узнаю тот же вечер из твоего рассказа, он положил в костер, где раскалялись инструменты для пыток и сказал палачам, зря стараетесь, меня бесполезно допрашивать. Этого вызвало восхищение даже у них. Той же рукой в другом лагере на допросе после неудавшейся попытки бежать, он страшным ударом разбил чугунную печь. Вместо руки остались клочья мяса, от этого зрелища передернуло даже тюремщиков. У этого квадратного человека есть только одна слабость. Он терпеливо каждое утро зачесывает от ушей наверх прядь волос, чтобы прикрыть лысину и создать впечатление прически. Когда поднимается ветер, эта прядь отстает от головы и развивается как флаг. Мы немножко под Труневым над этим его кокетством. Он теперь геолог, возглавляет бригаду бывших заключенных, для которых жизнь в городе стала невыносимой. Им не хватает простора, воздуха, свободы. Они живут большую часть года в огромной сибирской тайге. Вертолет забрасывает их туда с необходимой техникой для разведки ископаемых. Они строят времянки, устраивают свою тяжелую, почти монашескую жизнь, без женщин, без водки. Работа изнуряющая, но за нее очень хорошо платят. Когда они возвращаются в Москву, это праздник, но лица их всегда остаются серьезными. Однажды они приходят к нам. Со слезами на глазах они слушают песни, написанные по их рассказам, кивают головами и ни слова не говоря сжимают тебя в объятиях. Между ними сложились удивительные отношения. Они понимают друг друга с полусловом. Один из них, неловко повернувшись, как-то оторвал себя пуговицу на пиджаке и попросил твоего друга ее пришить. Прежде, чем я успеваю среагировать, тот берет иголку с ниткой и аккуратно пришивает пуговицу, продолжая разговор. У них нет ни начальников, ни подчиненных. Трагические годы, проведенные вместе, словно очистили их души. Нет больше тщеславия, ревности, желания казаться другим. Они по-настоящему просты и добры. Со мной они не говорят о прошлом, стесняются, но я знаю их истории из твоих песен, например, из песни об одной из многочисленных попыток твоего друга совершить побег. Ему за это и добавляли каждый раз срок до того, что ему надо было бы быть бессмертным, чтобы до конца отсидеть его. Группа из пятидесяти заключенных ушла на лесоповал довольно далеко от лагеря. Стерегли их только трое вооруженных солдат с овчарками на поводках, и твой друг решает рискнуть. В бесконечной тайге, растянувшейся на тысячи километров, почти невозможно выжить, и охранникам это отлично известно. Видимо, поэтому они и не особенно ищут сбежавших. Надо только спрятаться в снегу и выждать время. Твой друг видит, как пытается бежать один из его товарищей, но его заметили, охрана кричит, спускает собак. Человек выпрямляется, делает несколько прыжков, свистит пуля. Он заваливается совсем рядом от того места, где прячется твой друг. У него разморжен череп. Собаки бросаются на труп, начинают слизывать мозг, и так возбуждены кровью, что не чувствуют присутствия живого человека. стражники уволакивают тело за ноги, оставляя на снегу кровавый след, по которому идут собаки, опустив низ морды. Твоему другу удается продержаться несколько дней в этой ледяной пустыне, но потом его снова хватают полумертвого от холода. Другой рассказанный им случай из лагерной жизни не приснится и в кошмарном сне. Троим заключенным удается обмануть бдительность охраны. Они хорошо подготовились. У них есть ножи, еда, теплая одежда. Самый пожилой из них встретился в лагере с собственным сыном, которого не видел много лет. По иронии судьбы, он проклял этого сына, узнав от вновь прибывающих в лагерь, что тот работает в органах. И вот они оба заключенные. Так часто случалось в те страшные времена. Палачи сидели вместе с жертвами, и ужас каждого дня стирал прошлое. Они становились ближе. Один потому, что начинал вдруг понимать, что натворил, другой потому, что видел бывшего мучителя, в свою очередь, униженным и избитым, доведенным до животного состояния. И тогда проходила злоба, и жертве становилось жаль палача. И потом такая связь между ними давала все-таки этим людям без будущего, хотя бы общее прошлое. Примирившиеся отец и сын идут друг за другом, третий беглец почти мальчик. Три поколения вязнут в бесконечном пространстве. Еда кончилась, они пробуют охотиться, но дичь здесь редка, а ножи не самое удачное оружие для охоты. Глубыкий снег мешает бежать, и три человека, ослабев, даже не стараются поймать редких зверьков, с которыми они вдруг сталкиваются в таежных зарослях. Отец, чувствуя приближение конца, заставляет двух молодых людей поклясться, что когда он умрет, они разрежут его на куски и будут есть его мясом, чтобы выжить и свидетельствовать, говорит он. Старик умирает на руках у сына, успокоенный торжественной клятвой. Они выжили, но свидетельствовать не смогли. Их ночи отравлены кошмарами, одни навсегда переполнены ненавистью к слепой системе, которая сделала из них людоедов. Был побег на рывок, наглый, глупый, дневной, Вологодского с ног и вперед головой, и запрыгали двое в такт сопя набегу, на виду у конвоя, да по пояс в снегу. Положен строй в порядке образцовом, и взвыла дружба старая пила, и осенили знаменьем свинцовым с очухавшихся вышек три ствола. Все лежали плашмя, снег уткнули носы, а за нами двумя бесноватые псы. Девять граммов горячее, как вам тесно в стволах, мы на мушках корячились, словно как на колах, нам добежать до берега, до цели, но свыше, свыше, все предрешено, там у стрелков мы дергались в прицеле, умора просто, до чего смешно. Вот бы мне посмотреть, с кем отправился в путь, с кем рискнул помереть, с кем затеял рискнуть. Где-то виделись, будто чуть очухался я, прохрипел, как зовут-то и какая статья, но поздно зачеркнули его пули крестом затылок, пояс, два плеча, а я бежал и думал, да бегу ли, и даже не заметил сгоряча. Я к нему чудаку, почему, мол, отстал, ну, а он на боку и мозги распластал. Пробрало, телогрейка аж просохла на мне, лихо бьет трехлинейка, прямо как на войне. Как за грудки держался я за камни, когда собаки близко, не беги, псы покропили землю языками и разбрелись, слеза в его мозги. Приподнялся я, белый свет стервеня, и гляжу, кумовия поджидают меня. Пнули труп, сдох скотина, нету проку с него, за поимку полтина, а за смерть ничего. И мы прошли гуськом перед бригадой, потом за вахту, отряхнувши снег, они обратно в зону за наградой, а я за новым сроком за побег. Я сначала грубил, а потом перестал, целый взвод меня бил, аж два раза устал. Зря пугают тем светом, тут с дубьем, там с кнутом, врежут там я на этом, врежут здесь я на том, а в промежутках тишина и снеги, такуют глухари, да бродит лось, и снова вижу я себя в побеге, да только вижу, будто удалось. Надо б нам вдоль реки, он был тоже не слаб, чтоб людям не с руки, а собакам не слаб, вот и сказке конец. Зверь бежал на ловца, снес, как срезал ловец беглецу поллица. Я гордость под исподни упрятал, видал, как пятки лижут горнецы, пошел лизать я раны в изолятор, не залезал, и вот они, рубцы. Все взято в трубы, перекрыты краны, ночами только воют и скулят, но надо, надо сыпать соль на раны, чтоб лучше помнить, пусть они болят. Мы в Париже, это семьдесят восьмой год. Я смотрю по телевизору передачу об охоте на волков с вертолетом. В фильме, снятом в Сибири, показано, как уничтожают стаю волков. Обезумевшие животные стараются зарыться в снег, поднимают искаженные отчаянием морды кривущим машинам, откуда дождем льется смерть. Вскоре снег покрывается длинными кровавыми дорожками. Почти никто не уцелел в этой бойне. По телефону я пересказываю тебе фильм. Ночью ты пишешь песню охоты с вертолетом. Продолжение и в каком-то смысле заключение охоты на волков. Словно бритва рассвет полоснул по глазам. Отворились курки, как волшебный сезам. Появились стрелки на помине легки, и взлетели стрекозы с протухшей реки. И потеха пошла в две руки, в две руки. Мы легли на живот и убрали клыки. Даже тот, даже тот, кто нырял под флажки, чуял волчьи ямы подушками лап, тот, кого даже пуля догнать не могла, тоже в страхе взопрел и прилег и ослаб. Чтобы жизнь улыбалась волкам, не слыхал. Зря мы любим ее однолюбым, а у смерти красивый широкий оскал и здоровые крепкие зубы. Улыбнемся же волчьей ухмылкой врагу. Псам еще не намылены холки, но на татуированном кровью снегу наша роспись. Мы больше не волки, мы ползли, по собачьи хвосты подобрав, к небесам удивленные морды задрав. Либо с неба возмездие на нас пролилось, либо света конец и в мозгах перекос, только били нас в рост из железных стрекоз. Кровью вымокли мы под свинцовым дождем и смирились, решив, все равно не уйдем, животами горячими плавили снег. Эту бойню затеял не бог, человек, улетающих в лед, убегающих в бег. Свороб сов, ты со стаи моей не вяжись, в равной сваре за нами удача, волки мы, хороша наша волчая жизнь, вы собаки и смерть вам собачья. Улыбнемся же волчьей ухмылкой врагу, чтобы в корне пресечь кривотолки. Но на татуированном кровью снегу наша роспись, мы больше не волки, к лесу, там хоть немногих из вас сберегу, к лесу волки, труднее убить на бегу, уносите же ноги, спасайте щенков, я мечусь на глазах полупьяных стрелков, искликаю заблудшие души волков, те, кто жив, затаились на том берегу, что могу и один, ничего не могу, отказали глаза, притупилось чутье, где вы, волки, былое лесное зверье, где же ты, желтоглазое племя мое, я живу, но теперь окружают меня звери, волчьих, не знавшие кличей, это псы, отдаленная наша родня, мы их раньше считали добычей, улыбаюсь я волчьей ухмылкой врагу, обнажаю гнилые осколки, а на татуированном кровью снегу тает роспись, мы больше не волки. Через несколько дней меня приглашают на просмотр фильма Криса Маркера «Воздухе красный цвет». Последние кадры фильма это та же охота на волков, совпадение пугающее. Я рассказываю Крису историю песни, он просит у меня текст, переводит его и пускает в начале своего великолепного документального фильма. Венгрия, конец 77-го года. Погода пасмурная, большие тучи навесли над аэропортом. Я жду тебя уже два часа, ты должен прилететь в Будапешт на съемки фильма, где снимаюсь и я. Самолет опаздывает и, как всегда, в Восточной Европе нам не дают никаких объяснений. Вдруг мы слышим свист турбин. В маленьком зале ожидания, где сбились кучу люди, все поднимают глаза к потолку и, наконец, устремляются наружу. Холодный воздух щиплет нас за щеки. Самолет обледенел в холодном тумане и, отяжелев, едва не задевает при снижении контрольную вышку. По толпе пробегает ропот. Я говорю про себя. Черт, еле прошел. Самолет снова с трудом набирает высоту, перегруженные турбины ревут. Не страшно, ты там, и все так ненадежно. После трех акробатических полетов над аэродромом самолет исчезает. По-венгерски сообщают, что рейс номер 602 не сядет в Будапеште, что пассажиров привезут поездом завтра утром в 5 часов 30 минут. Я узнаю обо всем этом из сюрреалистической беседы, когда на мой непонятный для них русский мне отвечают по-немецки, который я плохо понимаю. Венгры терпеть не могут говорить по-русски, зато уходно отвечают на немецкую речь. Вечером следующего дня мы должны снять единственную нашу с тобой сцену в фильме. Режиссер Марта Мессарош дает тебе маленький эпизод. Мы оба рады. Ведь мы еще никогда не снимались вместе, но вскоре это становится не так весело, потому что у тебя только два дня свободных, а плохая погода отнимает у нас еще и ночь. Мы уже много недель не виделись. За это время столько всего накопилось. Я еду в гостиницу, чтобы немного поспать. Я хочу быть красивой для этой двойной встречи, жизни и на экране. Рано в пять тридцать поезд подходит к вокзалу. Я в шубе, но страшно мерзну, может быть, просто не выспалась. Я вижу тебя в конце платформы, бледного, с двумя огромными чемоданами, которые я не узнаю. Ты улыбаешься мне и в отчаянии киваешь на потрясающей красоты негритянку, которая выходит из вагона следом за тобой. Она из джазовой группы, приехавшей на гастроли Будапешт. Вы с ней целую ночь проболтали в поезде, и, конечно, ты не в силах сопротивляться женскому очарованию. Мне все же удается изобразить улыбку, и так, и не обняв тебя, я иду рядом в компании этой красавицы до дверей вокзала. Из-за этой испорченной встречи я нервничаю, и мне не удается скрыть свое настроение. Я никогда не знаю, каким увижу тебя после длительной разлуки. Мы живем в таких разных странах, в таких разных мирах, что нам необходимо время, чтобы снова привыкнуть друг к другу. Нам еще нужно заехать на студию, взять текст, мы играем на русском, немного порепетировать сцену. У меня очень болит голова, и твоего отсутствующего вида мне становится совсем грустно. Я на всякий случай тайком принюхиваюсь, но от тебя не пахнет водкой, и я уже ничего не понимаю. Ты смотришь как-то сквозь меня, и в твоих глазах меня пугает какая-то пустота. Сцену должны снимать на маленькой деревенской улочке. С утра идет снег, и вокруг белым-бело, и очень тихо. Прожекторы оставляют на снегу большие желтые пятна. Сцена проста. Я играю замужнюю женщину, которую в субботу вечером пригласил в кино товарищ по работе. Мы выходим из кино, болтаем, и вдруг ни с того ни с сего ты целуешь меня. Я смеюсь, ты обижаешься. Я говорю тебе, что впервые поцеловала не мужа, и что это оказалось не так уж неприятно. Я оставляю тебя стоять с удивленно разочарованным выражением лица и ухожу. Стоп кадр. Мы снимаем несколько дублей. Каждый раз случается чудо. Твои пустые глаза загораются хитринкой. Моя мигрень исчезает. Ты целуешь меня, и мы живем для камеры минуты, которой нам не удалось прожить на самом деле. Прошло много лет, и только теперь я понимаю причину моего беспокойства. Холодная паника, которую я увидела тогда у тебя в глазах, возникает у наркоманов, когда они вовремя не получают свои дозы наркотика. А между тем на экране мужчина страстно влюблен в женщину, и она неравнодушна к нему. Мы оба дети города. Улица была нашей первой площадкой для игр. Ты вырос в самом центре Москвы, я в Париже. Но в девять лет ты попадаешь в Германию, в маленький городок среди лесов и полей. Ты живешь там, как кум-королев. Тебя балует твоя мальчика, тетя Женя. Тебе дарят овчарку, и ты гуляешь с ней в лесу. Я только в пятнадцать лет переезжаю в Мизон Лафит под Париж и начинаю действительно любить деревню и деревья. Я их много посадила в саду возле дома. Каждый раз, возвращаясь из путешествия, я привожу с собой в мокрых тряпицах какой-нибудь саженец. С первого приезда в Москву у меня появляется желание купить дом за городом. Но тут я сталкиваюсь с почти неразрешимой проблемой. Иностранцам запрещено выезжать дальше, чем за сорок километров от Москвы, только по специальному разрешению. К тому же дом недалеко от города стоит бешеных денег, да их просто и не продают. И я оставляю эту мысль. еще в начале нашей с тобой жизни, возвращаяся друзей с их дач из Подмосковья, мы каждый раз принимаемся мечтать и даем себе слово купить однажды собственный дом. За несколько лет мы пересмотрели множество домов. Однажды нам предложили дом с участком двадцать соток, выходящим к реке, где растут березы и ели. Мы начинаем рисовать проекты домика, обсуждаем возможные варианты. Мне хочется, чтобы был камин и большая кухня, выходящая в гостиную. Ты хочешь, чтобы был чердак, где можно работать. Мы мечтаем о вечерах, которые мы проводили бы без соседей. Ты бы играл на гитаре, мы бы пели. Мы мечтаем о купании летом, о зимних прогулках, мы бродим вдоль реки, любуясь великолепием этого девственного уголка, который все же так близок от большого города. Увы, очень быстро нам придется отказаться от этой затеи. Оказывается, в пятистах метрах от дома находится станция радиоперехвата, а мы все никак не могли понять, что это там за металлические антенны, огороженные решетками и кустами. Естественно, иностранцам жить в таком месте не положено. Другой раз мы едем смотреть маленькую старую избу, выкрашенную в голубой и белые цвета, с огородом, за которым любовно ухаживает сам дедушка семейства, который и продает дом. Мы возвращаемся сюда несколько раз, я влюбилась в эти места, мы пьем чай с изумительным домашним вареньем. Потихоньку топится большая изразцовая печь, одна из комнат под крышей будет твоим рабочим кабинетом. Мы строим планы, мы хотим снести перегородки и сделать на первом этаже одну большую комнату. У крыльца растет огромная старая береза, и мы уже представляем себе, как хорошо сидеть под ней в тени в самый разгар лета и пить очень холодный малиновый сок, рецепт которого мне дал старик. Сделка заключена. Одним весенним утром мы приезжаем. Деньги у меня в сумочке. Но по грустному лицу деда мы догадываемся, что что-то опять запретили. Нам объясняют, что в этой деревне живут в основном военные, и поэтому присутствие здесь одиозной личности с иностранкой невозможно. Мы уходим из сада со слезами на глазах. У меня остается только фотография, где старик улыбаясь протягивает мне охапку только что срезанных цветов. Отчаявшись найти выход, я решаю во время путешествия в Америку купить домик на колесах. Мы видели эти домики на выставке продажи. И тебе очень захотелось купить такой, компактной, с душем, кухней и системой отопления на случай холодов. Ты воображаешь себе путешествие по России, а потом можно поставить его где-нибудь у друзей под Москвой, чтобы там и жить. Мы подсчитываем все преимущества свобода передвижения, удобство, умеренная цена на бензин в СССР. Ты загорелся, ты даже находишь советский грузовой корабль, где у тебя друг капитан, чтобы доставить фургон до Одессы. Но выяснилось, что он стоит целое состояние. За годы путешествия я растратила последние сбережения, и поскольку я все меньше и меньше снимаюсь, такая покупка просто-напросто превышает мои возможности. И тогда появляется идея построить домик на участке у кого-нибудь из друзей. Единственный человек среди наших знакомых, у кого есть дача с большим садом, это твой друг детства Эдик Володарский. Он сразу же соглашается уступить нам часть своего участка. Я рисую план. Гостинную с камином и кухней, две комнаты, ванную, винтовую лестницу на чердак. С южной стороны будет терраса. Все деревянное и небольших размеров. Это семьдесят восьмой год. Начинается эпопея, о которой мы даже не имеем представления. В этой стране невозможно приобрести законным образом элементарного гвоздя или самой обычной доски. поэтому тебе приходится искоресить весь город и пригороды вдоль и поперек, чтобы найти стройматериалы. Ты их покупаешь, переплачивая по блату. Ты даешь концерты на каждом заводе, в каждом учреждении, на складе, откуда тебе их выносят. Тебе удается получить все необходимое от фундамента до крыши. Фундамент в два дня заложила бригада строителей, которая делала гаражи для какого-то санатория рядом. Крышей занимались рабочие сцены из твоего театра. Забор был с какой-то стройки, и нам продали его чуть ли не на вес золота. После концерта в московском клубе газовщиков нам подводят газ. После еще одного концерта нам положили паласы. С грехом пополам подобранную по цвету сантехнику мы привозим на машине скорой помощи, договорившись с шофером. То есть абсолютно все мы получаем только по блату. И без блата у нас бы ничего не было. Обычно речь идет не столько о деньгах, сколько об обмене. Один концерт за десять метров паласа. Обычным путем его можно получить лишь по записи. И то надо долго ждать. Здесь вообще меняется поступление в институт на иностранную машину, несколько бутылок виски на установку лобового стекла, билеты в театр на свежие овощи зимой и так далее. Все лето я варю огромные кастрюли борща для рабочих. Они живут прямо здесь, на участке. И каждое утро я привожу полную машину продуктов. Ты приезжаешь под вечер и иногда поешь ко всеобщему удовольствию. Работа потихоньку продвигается. Надо бы закончить до зимы, но возникает столько разных трудностей, что мы решаем приостановить строительство до весны. Домик представляет собой пока что только каркас, но в него уже есть крыша и окна. Мы прибиваем доски вместо дверей, дав себе слово в 79-м году справить новоселье. Я уезжаю из Москвы с длиннющим списком вещей, которые я должна буду привезти в следующий раз. К счастью, в последнюю минуту у тебя появляется хорошая идея. Один из наших друзей, Олег, возвращается из Лондона в Москву, и у него есть право привезти с собой контейнер с мебелью. Таким образом мы можем привезти все, что нужно для дачи. Я еду в Лондон, а там как раз началась сезонная распродажа, и все ринулись за покупками. Три дня подряд с утра до вечера я провожу в магазинах в неописуемой толпе и покупаю все, чем можно обставить и украсить нашу дачу. Салон в английском стиле, лампы, кровати, все домашнее белье, огромный холодильник, который, как ты просил, постоянно выдает кусочки льда. Еще я покупаю посуду, духовку, кухонный комбайн. Одним словом, я совершенно разоряюсь, но ужасно счастливо, представляя себе, как ты обрадуешься. Когда я приезжаю назад и снова принимаюсь за строительство дачи, вся морока начинается сначала. Мы обнаруживаем, что батареи вовремя не прочистили и они лопнули зимой, значит, придется менять. Большие щиты из прессованных опилок разбухли от влаги и нужен компрессор для просушки, который мы достаем на Мосфильме. Когда его включают в сеть, во всем поселке вылетают пробки. Кафель неопределенного цвета, который предназначался для ванны, побился почти весь, пока его перевозил в доску пьяный шофер. Но потихоньку наша постройка начинает становиться похожей на настоящий дом. К концу 79-го года приезжает мебель. Я провожу целые дни одна, расставляя все в доме, но меня вызывают во Францию на съемки и я уезжаю. Справить новоселье нам так и не удается. Весной 80-го года все готово, но из-за твоего тяжелого состояния мы проводим лишь двое суток на даче, о которой столько мечтали. Все эти усилия, все потраченные деньги, все эти вещи никогда нам не послужат. Две короткие ночи, несколько часов уединенные работы, множество плановой надежд, и все обрывается. В конце концов, этот дом предмет вожделения твоих бывших друзей, которые считают, что он принадлежит им, потому что построен на их территории, окончен жизнь под ножом бульдозера, который подгонит туда со злости после долгих базарных споров между твоей семьей, хозяевами участка и моими представителями. Мебель будет продана, а все вещи окажутся в доме твоих бывших друзей. Я хотел отдать дом твоим детям, но у владельца участка были другие планы. Увидев, что им не удается присвоить дом, они разрушили то, чем не смогли завладеть. Осталось всего лишь несколько фотографий, сделанных в сентябре восьмидесятого. Глядя на них, я не могу не думать о том, что, может быть, если бы нам с самого начала разрешили купить дом-деревня, это на несколько лет продлило бы тебе жизнь. Мой второй муж, Жан-Клод Бруйе, владелец авиакомпании в Африке, пилот и добрый человек. Вы крепко подружились с ним. На первый взгляд, вы никак не должны были бы друг другу понравиться. Во-первых, из-за меня, во-вторых, из-за ваших непростых и сильных характеров. И потом один антикоммунист до мозга костей, а другой приехал прямо из России. Один предприниматель, другой артист. Вдобавок ко всему, ни ты не знаешь французского, ни он русского, и все-таки мало кого из людей связывала такая дружба. Твоя разбитая гитара навсегда осталась висеть на стене в доме Жан-Клода. Он приглашал нас к себе, и всегда наша жизнь на островах в Тихом океане была чем-то вроде Миндового месяца. Последний раз мы были приглашены на четвертую свадьбу Жан-Клода и должны были встретиться на Таити. Я вылетаю туда из Парижа, ты приедешь позже, после концерта в Калифорнии. Праздник в самом разгаре. Со всех островов приехали музыканты и танцоры. Мои сыновья Игорь, Петя и Владимир ждут тебя с тем же нетерпением, что и Жан-Клод. Нас огорчает твоя телеграмма. Ты не получил визы на Таити и ждешь нас в Лос-Анджелесе. Но свадьба на Таити это так красиво! День и ночь музыкой танцы мои дети и друзья на седьмом небе от счастья. Через две недели мы уезжаем с Жан-Клодом и его женой в США. Ты нас встречаешь в аэропорту с полными руками подарков, деревянной посудой, шалями, твоими последними пластинками. Жан-Клод снимает свои драгоценные часы и отдает их тебе. Ты никогда раньше не носил часов, но эти останутся у тебя до последнего дня. До возвращения в Москву еще остается две недели. Мы проводим их у приятеля Майка Миша, композитора фольклорной музыки. У него чудный дом на берегу океана. Его красавица Лайка составляет нам компанию. У Майка есть небольшая студия звукозаписи, в которой ты проводишь целые дни. Я не знаю, что и думать. Ты не ешь, не спишь, ты говоришь безумолку. Между тем, имея в прошлом тяжелый опыт борьбы с наркоманией моего старшего сына, я должна была бы понять эти явные признаки. И потом возникает еще одна проблема. Мы долго не виделись, но, встретившись наконец, мы засыпаем, нежно обнявшись. И только. Меня охватывает еще неясное беспокойство, но я уговариваю себя, что это пройдет, и разыгрываю беспечность. Стараюсь смеяться, вожу тебя в маленькие китайские ресторанчики, в кино. Мы видимся с моим двоюродным братом Игорем, он художник, и его многочисленная семья тепло принимает нас. Мы долго гуляем по пляжу, по берегу океана, смотрим, как взлетает на волнах досочки с парусами для венсерпинга. Иногда ты пытаешься мне объяснить, что с тобой происходит, но сам запутываешься, да и мне не удается скрыть от тебя охватившего меня беспокойства. Хорошо зная меня, ты боишься, как бы я что-нибудь с собой не сделала. я говорила тебе о моем непредаленном отвращении к наркотикам. Несколько лет они убивали у меня на глазах моего сына. Подсознательно я всем своим существом сопротивляюсь очевидности и не вижу, не понимаю, не хочу понимать. А ты, наверное, рассчитывал на мою помощь, ведь с твоим пьянством мы боролись вместе. Мы перепробовали все. Я пыталась пить вместе с тобой, но очень быстро это двойное падение привело нас на грань помешательства. Водка нас объединяла лишь в короткие мгновения эйфории, чтобы затем оторвать нас друг от друга. Тогда мы решили больше не держать спиртного в доме. Однажды мне приходит в голову, что мы с тобой должны быть в равном положении. И мне тоже зашивают эспираль. Мы больше не можем пить, ни ты, ни я. Но для меня это небольшая жертва, я пью только для забавы, для меня в этом нет никакой необходимости. И ты почти сердишься на меня за то, что мне это так легко. Когда врачи говорят тебе, что сигареты опасны для твоего уже больного сердца, я немедленно прекращаю курить. Кладу на стол пачку, начатую утром, вынимаю из сумочки две другие, купленные на вечер, и говорю тебе, что к сигаретам я больше не прикасаюсь. Это мой поступок подействовал на тебя тяжело. Ты бесишься от того, что сам не можешь даже ограничить курение. Ты сердишься на меня, но я ничего не замечаю, я не вижу, как замыкается порочный круг. Меня охватила дурацкая гордость за мою силу воли, но ведь обычному уравновешенному человеку ничто не мешает остановиться. Очень просто выбрать жизнь, когда не притягивает к себе смерть. Очень легко вести себя по всем правилам, если ты не опальный поэт, лишенный признания. Я отношу твое охлаждение ко мне за счет усталости, обычной для супружеской пары, прожившей вместе больше десяти лет. Я не знала тогда, что это из-за морфия, и главное, ты, очевидно, отчаялся выжить. Это было как бы высшим отказом существа, готовящегося уйти из жизни. Я узнаю, потому что все в конце концов узнается о твоих многочисленных изменах. Просто больная от ревности я не понимаю того, что все это, отчаянные попытки уцепиться за жизнь, доказать себе самому, что ты еще существуешь. Я не слышу того, что ты пытаешься мне сказать. Это тупик. Ты кричишь о главном, я вижу лишь то, что на поверхности. ты стонешь о своей любви, я вижу только измену. Я осознаю страшную действительность лишь тогда, когда уже ничего нельзя поправить. Твое измотанное сердце перестает биться. Первый раз. 25 июля 79 года на концерте в Бухаре в Бухаре ты падаешь на сцене. Прямой укол в сердце возвращает тебя к жизни. Год спустя, день в день, 25 июля 80 встреча со смертью состоялась. Я помню, как ты однажды сказал мне, ты же видишь, я ей не нужен, этой величественной даме в черном. Я тоже не очень-то тороплюсь познакомиться с ней. Между тем, ты сделал все, чтобы подготовиться и не опоздать на свидание. Одесса, 68 год. Ты снимаешься в одном из своих самых удачных фильмов «Служили два товарища». Ты играешь белого офицера, который под конец фильма, после жестоких боев, решается уплыть на пароходе и навсегда покинуть Россию. Твоя великолепная белая лошадь бросается в море вслед за кораблем. Эту роль ты особенно любил. В ней был показан человек ранимый, дошедший до отчаяния, но, несмотря ни на что, сильный и гордый до конца. Он кончает жизнь самоубийством лишь потому, что понимает, рухнул целый мир и жизнь потеряла смысл. Но в окончательном варианте фильма эта идея исчезает. Осталось только несколько сцен, кстати, прекрасных, и какая-то недосказанность. Санзура, почувствовав успех этой роли, кромсала и резала. Героем фильма должен был быть, естественно, солдат Красной армии. Здесь же, в Одессе, ты сыграл одну из больших ролей, на этот раз для телевидения. Пятисерийный фильм, рассказывающий о работе милиции в сороковые годы. Популярность у фильма была такая, что город вымирал, когда шла очередная серия. К тому же, это был один из немногих твоих положительных персонажей. «Потому что обычно ты играл негодяев, но что бы они не делали, ты нравился публике даже, а может быть, больше, вне закона, потому что это более соответствовало представлению о тебе людей, которые слушали твои первые песни, рассказывающие о жизни уличных московских мальчишек, хулиганов, воров, шпаны. Кроме того, ограничивая тебя этим амплуа, они, как всегда говорят в СССР о государственных чиновниках, лишь усилили этим твою популярность. С течением лет в твоей поэзии стали возникать более глубокие темы, ты играл другие роли, и худо-бедно они в конце концов разрешили тебя сыграть в каменном госте. Эта последняя роль поставила все проблемы, которые можно найти в твоих последних стихах. Предаление себя, болезненный вопрос о смысле жизни, возмущение произволом, фрондерский юмор в ответ на нехватку свободы, вызов, и в конечном итоге принесение в жертву собственной жизни. Уехать из России? Зачем? Я не диссидент, я артист. ты говоришь это в Нью-Йорке во время знаменитой передачи CBS 60 минут. У тебя покраснело лицо и побелели глаза. Видно, как ты раздражен. я работаю со словом, мне необходимы мои корни, я поэт, без России я ничто, без народа, для которого я пишу, меня нет, без публики, который меня обожает, я не могу жить, без их любви я задыхаюсь, но без свободы я умираю. Естественно, этого ты не говоришь. Эти фразы, связывающиеся друг с другом в течение времени, я собираю из наших разговоров. В них заключены 12 лет доверительных бесед, криков, признаний, разрывов. Эти мысли есть почти во всех твоих песнях, когда важный чиновник американского телевидения спрашивает у тебя, почему ты не остаешься и, главное, как ты попал сюда, тебе также трудно ответить ему, как и важному чиновнику из Овиран, который спрашивает, зачем вы все время ездите туда, вам что, здесь места не хватает? Это двойное противоречие безвыходно, может быть, сначала все было проще. Молодым человеком ты мечтал, как и тысячи советских людей, о странах за бугром, о Франции, Соединенных Штатах, а может быть, и о более экзотических краях, о Новой Зеландии, например. Даже и думать нечего было туда попасть, этого не мог никто, разве что какие-нибудь дети дипломатов. Страны с той стороны железного занавеса были в пятидесятых, шестидесятых годах другой планетой. Когда мы с тобой встретились, ты начал мечтать о путешествиях. И сколько кругосветных путешествий мы совершили в наших бредовых мечтах по ночам. Вот, например, мы садимся на большой пароход во Владивостоке, плывем в Японию, стоим в портах Шанхая, Гонконга, Сингапура, Коломбо, потом Мадагаскар, потом мы огибаем Африку, Южную Америку. Все это остается мечтами. Такие путешествия возвращают нам хорошее настроение, и на завтра мы готовы к встрече с действительностью. Но о чем мы говорим серьезно, это о возможности для тебя однажды приехать в Париж. Довольно скромное желание, учитывая, что ты женат на француженке, но оно осуществится лишь спустя шесть лет, и то просто чудом. Шесть лет я делаю все возможное, чтобы ты получил визу на поездку, не на окончательный отъезд, хотя, может быть, это было бы самое легкое для нас решение. Два-три года ожидания с обычными трудностями, и они могли бы поздравить друг друга с тем, что наконец-то избавились от тебя. На самом деле все не так просто. Во-первых, ты никогда не собирался уезжать. Во-вторых, мне претит сама мысль о человеке, потерявшем корни и связанном со мной чем-то другим, кроме ус-любви. Ты оказался бы в этом случае как бы в плену. Я отлично знаю, что такое изгнание. Я родилась в семье эмигрантов, но если быть сосланным означает быть иностранцем в чужой стране, то я не отношусь к этим людям, мне не нужно убегать от себя, мне хорошо, где бы я ни была. и лишенное чувства ура-патриотизма, я совсем не тоскую о клише сюрсен, где я родилась, но для тебя все начинается с этой первой трудности. Ты не в ладу с собой. Тебе хорошо только на родине, несмотря на присущее этой жизни разочарование и глупости, доходящее до абсурда. За границей ты живешь лучше, в гармонии с окружением, женой, семьей, работой, но тебе скучно. То есть ты в изгнании уже сам в себе, и этот внутренний разлад становится все заметнее. Чтобы жить со мной и воспользоваться однажды свободой, на которую ты надеешься, ты должен заглушить, затаить в самой глубине своего существа неуемную жажду свободы. Долгое время сцена, любовь, поэзия будут служить клапаном для твоего бьющего через край темперамента. Но после первой поездки за границу у тебя появляется чувство разочарования, отчаяния от того, что и здесь ты не нашел решения проблемы. И уже практически ничто не в силах сдерживать твоих разрушительных импульсов. В этом и заключается парадокс, невообразимый для нормального здорового человека. Имея, казалось бы, все, ты буквально тонешь в отчаянии. Довольно быстро выясняется, что возможность выехать из СССР ничего не решает, лишь убыстряет падение. Пьяных загулов, которые время от времени можно себе позволить в Москве, на Западе не понимают, во всяком случае, в тех кругах, где мы обычно бываем. И за подобную выходку наказание здесь гораздо более жестоко. Потеря уважения, работы, право общаться с людьми. И это может показаться странным, но на Западе ты связан еще крепче, чем дома. Человек, живущий в тоталитарном государстве, неловко чувствует себя даже в собственной шкуре. Он надеется найти на Западе окончательное разрешение всех проблем и избавиться от своих страхов. И вдруг понимает, что сам по себе Запад ничего не изменит в его жизни. У него лишь возникнет множество неведомых доселе обязанностей. Прибыль это главное, эгоизм закон жизни и ужаснее всего то, что сам он здесь никто и ничто. И ко всему прочему существует языковой барьер. Для поэта это смертельно. Ты словно стоишь двумя ногами на разных континентах, а они все дальше отходят друг от друга. У тебя дома в СССР тебя понимают. Ты не признан официально, но зато любим публикой. Во Франции и вообще за границей ты всего лишь иностранец, в лучшем случае любопытное существо, приводящее восторг на вечеринке или даже просто муж известной актрисы. Ты можешь делать все что угодно, ходить куда угодно, как и всякий другой, только надо соблюдать два обязательных правила, иметь деньги и быть интересным для окружающих. Но после концертов на переполненных вопящих стадионах приятно ли видеть 300 человек в зале, в основном советских дипломатов и изучающих русский язык. И как выжить при постоянной бдительности жены, друзей и постоянной необходимости контролировать свои поступки. Счастлив ты бываешь всего несколько дней, и вот тебя уже снова раздирают противоречивые желания. Дни начинают тянуться невыносимо долго. Ты наконец с облегчением возвращаешься в Москву, но как только проходит радость встречи с городом, с театром, с публикой, у тебя снова появляется непреодолимое желание уехать. И повсюду ты чувствуешь себя изгнанником. Ты не можешь жить ни поднадзорно свободным в Москве, ни условно свободным на Западе. Ты выбираешь внутреннее изгнание шаг за шагом, ты покидаешь сам себя. С течением лет мы все чаще задаем себе вопрос, хорошо ли я сделала, что помогла тебе выехать. Ответ в твоем последнем стихотворении «Я жив, двенадцать лет тобой храним». Твои стихи этого времени все же питаются опытом заграничных поездок. В тридцать лет ты был талантливым человеком, автором нескольких красивых песен. В сорок два года ты поэт, оставивший человечеству свое творчество. На уже немного выцветшие фотографии человек десять сидят и стоят возле дома, и у всех довольны и немного дурацкий вид людей, позирующих перед объективом в праздничный день. Много съедено. Я три дня стояла у плиты, много выпито. Мы с девочками в четыре голоса спели весь наш репертуар. Потом дети играли рок в саду. Ты тоже пел долго, несмотря на усталость. На твоем бледном лице, усеянном каплями пота, было что-то вроде спокойствия, будто умиротворенность. Открытый на все четыре стороны дон гудит сверху донизу, только объевшиеся собаки спят животом вверх, нисколько не смущаясь от всей этой суматохи. Этот праздник, который я бы хотел справлять каждый год, собирает всю нашу семью и друзей. Внуки в полном восторге, потому что, приехав к трём часам дня, они все еще играют в саду. Уже давно ночь, и я уверена, что через много лет эти дети, которым сейчас от двух до двенадцати, будут помнить такие ночи полные свободы. Нам кажется, что бабушка с нами, что вот сейчас она выйдет на крыльцо в черном костюме и розовой блузке и скажет своим воркующим голосом, дети, идите немножко отдохнуть, посмотрите, мальчики все мокрые, а малышам наверняка хочется пирога. Идите сюда, мои хорошие. День жаркий, как это часто бывает в начале июня, под деревьями образуются группы. Мы слушаем музыку, говорим о политике, в сторонке кто-то целуется. Некоторые, лежа на траве, блаженно засыпают в тени дубов. У всех ощущение тихого блаженства. Мы с сестрами носимся из дома в сад и обратно, чтобы вовремя накрыть чай, позвать детей, убрать со стола. И вдруг сталкиваемся вместе на кухне. Несколько секунд мы стоим, обнявшись и улыбаемся друг другу. Проходя мимо гостиной, я нахожу тебя лежащим на тахте. Мимо то и дело пробегают дети или проходит кто-нибудь из домашних с тарелками в руках. Ты привлекаешь меня к себе и впервые за долгое время нежно-нежно целуешь и мы покачиваемся обнявшись, будто убаюкивая друг друга. К действительности нас возвращает одна моя подруга. Нас ждут фотографироваться. Я смотрю сегодня на эту фотографию. У нас с тобой заспанные лица, немного припухшие глаза, обезумевшие вид счастливых людей. Сквозь ветки на лицах играют солнечные пятна. Фотоаппарат ухватил единственное мгновение, когда все в тени и только двое остались будто в ореоле света. Моя сестра Адиль и ты, Володя. Почему этот город пахнет смертью? Может быть, потому, что он словно зажат между солоноватыми водами и небом, влажный и теплый, как чрево мира. Ты нерешительно поднимаешься по шаткой деревянной лесенке и устало и умоляюще смотришь на меня. Я протягиваю тебе руку и подхватываю тебя уже в падении. Маленький катерок, который служит теперь вместо гондолы, должен отвезти нас в аэропорт. Гондольер остался прежним венецианским гондольером. Он, понимающий, улыбается, напевает в полголоса ровно настолько громко, чтобы не слышать твоих стонов. Он догадался, что это наша последняя прогулка. Для остальных это первый день любви. Венецию по традиции отправляются в свадебное путешествие. Этой ночи было сказано все, и, наконец, между нами нет больше тайны. Очевидно, после очередного срыва ты по преступному совету одного приятеля впервые вкалываешь себе морфий. Физическая боль после самой жуткой пьянки это ничто в сравнении с психическими мучениями. Чувства провала, угрызения совести, стыд передо мной исчезают как по волшебству. Морфий все стирает из памяти. Во всяком случае, в первый раз ты думал именно так. Ты даже говоришь мне по телефону с мальчишеской гордостью. Я больше не пью. Видишь, какой я сильный? Я еще не знаю цены этой твоей силе. Несколько месяцев ты будешь обманывать себя. Ты прямо переходишь к морфию, чтобы не поддаться искушению выпить. В течение некоторого времени тебе кажется, что ты нашел магическое решение. Но дозы увеличиваются, и сам того не чувствуя, ты попадаешь в еще более чудовищное рабство. С виду это почти незаметно. Ты продолжаешь более или менее нормальную жизнь. Потом становится все тяжелее, потому что сознание уже не отключается. Потом все это превращается в кошмар. Жизнь уходит шаг за шагом, ампула за ампулой, без страданий, потихоньку и тем страшнее. А главное, я бессильна перед этим новым врагом. Я просто ничего не замечаю. Теперь я знаю все. Ты осмелился произнести запретные слова. Я наслаждаюсь этими минутами с болезненным ликованием, как мог бы наслаждаться последними минутами жизни смертельно раненый человек. Мы снова вернулись к началу нашей любви. Мы больше не прячемся друг от друга. Нам нечего друг от друга скрывать. Для нас с тобой это последний глоток воздуха. Ты всегда мечтал о Венеции. Мы часто говорили о ней ночами. От влажного воздуха нас немного знобит, и весь дрожа ты прижимаешься ко мне. И все-таки мы счастливы, спокойны, вновь обретя доверие друг другу. Голос гондольера перекрывает наш шепот, а мы шепчемся, как заговорщики. Ты закашлялся, и у тебя на лбу выступили крупные капли пота. Ты принимаешься вдруг говорить о нашем будущем, путешествия, работа, творчество, свобода. Ты мечтаешь приехать пожить во Франции полгода, заняться прозой. Ты говоришь мне, что обязательно поправишься и чувствуешь сам, что это конец. я возьму себя в руки, как только я приеду в Париж, мы начнем соблюдать режим, мы будем делать гимнастику, вся жизнь еще впереди. В конце концов, нам всего по сорок два года. Ты обещаешь, что к моему дню рождения в мае все будет в порядке. Ты дрожишь сильнее, и я накидываю на тебя свою куртку. Но эта дрожь не от холода. В твоем сером лице живыми остались лишь пронзительные светлые глаза. Ты дышишь рывками и внимательно, стараясь ничего не упустить, разглядываешь величественный мертвый город, удивительной красоты особняки бледных тонов с отсыревшей, отваливающейся кусками штукатуркой и трещинами иногда через весь фасад, гниющей деревянные сваи вдоль канала. Венеция вся стоит на сваях. Чтобы построить город, люди умертвили тысячи прекрасных высоких деревьев, и они превратились теперь в скользкие трухлявые бревна. Ты глотаешь украдкой какую-то таблетку, и тебе ненадолго становится легче. Мы проплываем мимо кладбища, где находятся могилы многих знаменитых артистов. Ты говоришь, неплохо в качестве места вечного успокоения. Мы смеемся, потому что все, что связано со смертью, всегда было у нас поводом для сарказма. Венеция потихоньку словно тонет в воде позади нас. Легкий туман затягивает море. Я начинаю вслух мечтать о каком-нибудь месте вне времени, вне мира, вне нашей реальности, где бы мы могли начать все сначала, вернуться к чистоте нашего детства. Ты говоришь, не то смеясь, не то серьезно. Смотри, как бы нам тут совсем не потеряться, а то так можно никогда больше не найти цивилизации. Я с горечью замечаю. Чего нас стоит? Катер задевает бревна, лестница скрипит у нас под ногами. Я сжимаю тебя в объятиях, но ты спешишь, ты убегаешь. Чудо не свершилось. Тебе остается девяносто дней жизни. В десятый раз ты спрашиваешь меня, когда мы пойдем к Симоне? Как все советские люди, кроме разве что нескольких врачунов и знаменклатуры, ты считаешь ее самой знаменитой, самой красивой французской актрисой, еще самой смелой. В Москве хорошо знают Монтана и Синьора. Как все ты очарован золотой каской. Ты знаешь, что я тоже особенно нежно отношусь к этой женщине, которая для меня словно старшая сестра. Я познакомилась с ней, когда мне выдали премию Сюзанны Мьянкетти, мне было пятнадцать лет. Меня награждали в присутствии такой крупной кинозвезды, и это переполняло меня гордостью и восхищением. Она сияла, ее удивительные глаза блестели ярче алмаза в форме сердца, которые болтались у нее на шее. Ее глубокий немного гортанный голос смягчался легким журчанием прелестного дефекта речи. В свои тридцать лет она была в расцвете красоты. Позже в Сен-Поль-де-Вансе мы с ней долго общались. К тому времени и я повзрослела. Наши отношения стали глубже, из восхищенной девчонки я превратилась в восхищенную подругу. Она всегда поражала меня точностью и здравым смыслом суждений. В это утро я, наконец, привожу тебя познакомиться с ней на съемке фильма режиссера Рене Алио «Трудный день королевы». Когда я тебе сказала, что это в пригороде, в рабочем квартале, ты еще больше обрадовался. Чем ближе ты знакомишься с Парижем, тем больше он тебе нравится. Прием теплый. Съемочная группа на всех широтах одинакова, при любом режиме. Ты выдерживаешь пристрастный допрос Симоны, которому она подвергает всех, кого видит впервые, и даже знакомых, уезжавших куда-нибудь надолго. Это смесь резких вопросов, острого любопытства и мягкости. Ты покорен. Чувствуется, что в этой даме пятидесяти двух лет не осталось ничего, от той роковой женщины из знаменитых фильмов. Но мужчины все равно в нее влюбляются, и именно потому, что она по-настоящему человек. К тому же глаза ее полны блеска, и улыбка все такая же хищная. Потом мы расстаемся, договорившись встретиться за ужином у нее дома. В машине я вижу, как ты напряжен, ты чувствуешь себя не в своей тарелке. И я засыпаю тебя вопросами, что случилось, откуда это плохое настроение. Ты не сразу отвечаешь. Ты видела эти дома? Это здесь называется рабочим кварталом? И снова печаль, сожаление и гнев поднимаются в тебе. Все эти дома, где живут небогатые люди, эксплуатируемые, как их у нас называют, да у нас ни один аппаратчик не мог бы надеяться на лучшее. Этот квартал, эти краски, эти лавочки, эти машины. У тебя срывается голос, я молчу, да и что скажешь? После долгой паузы твое лицо смягчается. Такая замечательная женщина. Она хитрая. Она все поняла, и потом видно, что она любит приложиться к бутылочке. И после паузы. Она тоже. Я не продолжаю этой темы. Я знаю, до какой степени давит на тебя теперь твое добровольное состояние непьющего. Я буду встречаться с Симоной еще несколько лет. Тот ужин не состоялся, а работа, поездки, в нашей профессии это обычное дело. Но встречаться мы всегда будем тепло и будем болтать, как если бы никогда не расставались. В 77-м году ты приезжаешь на гастроли с Гамлетом и остаешься немного дольше обычного в Париже. В один из свободных вечеров мы идем к Монтану Симоне на площадь Дуфин в Каморку, как они называют свою квартиру, окна которой выходят прямо на тротуар оживленной улицы. Это уютная обжитая квартира. Здесь множество фотографий и сувениров, привезенных с гастролей, со съемок, из поездок. В квартире всегда живет кто-нибудь из посторонних, какие-то беженцы, люди без родины, странные путешественники всех национальностей. Единственное, что их сближает, это страдание от несправедливости, которое убивает их морально или физически. Здесь они находят внимательных слушателей, братскую помощь, а зачастую просто средства на жизнь. Усевшись за низким столом, Симона несколько друзей, ты и я, страстно спорим, потому что волнующих тем хватает. Я измучилась переводить с бешеной скоростью. Уставшая Симона немного повторяется, и я сама перестаю находить нужные слова. Ты единственный трезвый человек в компании, тянешь меня к двери, говоря, что у меня уже язык заплетается. Я обижаюсь, и вечер заканчивается скандалом. На следующее утро мне стыдно, потому что я знаю, что, как, и все по-настоящему больные от алкоголя люди, ты не любишь, чтобы твои близкие позволяли себе. И потом я впервые видела Симону, от которой ускользала нить рассуждений. Вчера даже у нее заела пластинку, как говорят люди нашей профессии. Я отправляю ей письмо в полной нежности, где высказываю свои опасения, говорю, что ее физический облик это ее личное дело, но что ее голова еще нужна остальным. Об этом я тебе, естественно, не рассказывала. 1980 год. На экране телевизора появляется торжественно спокойное лицо Симоны. Она говорит о тебе. Она говорит, каким ты был поэтом и человеком. Рассказывает, как московская толпа, официально неоповещенная, провожала тебя на кладбище. И в ее прозрачных, почти невидящих глазах чувствуется огромная сила. В каждом слове сквозит глубокая грусть. 1984 год. Я ужинаю с Симоной в Кибероне. Два дня назад она отдала мне пачку исписанных листочков. в свой роман. Она сказала, «Я назвала книгу «Прощай, Володя». Я побелела. Почувствовав мое волнение, она добавляет, «Это не твой, но не похоже, как братья. Вот увидишь». Мы с сестрами прочли этот роман втроем, сидя за круглым столом, вырывая друг у друга листочки, смеясь, плача, охваченные одними и теми же эмоциями. Может быть, потому, что мы не можем забыть один день, проведенный на улице университе у нашей сестры отдельно. Сидя вокруг большого стола, на котором громоздятся кипы страничек, мы читали тогда в пятером четыре сестры Поляковы и Симона, нашу книгу бабушка. Мы волнуемся, и вот звучит приговор. Неплохо, но я уверена, что здесь было из чего сделать потрясающую книгу. Теперь мы читаем книгу Симоны, и я чувствую, как ее лихорадит. Мы с сестрами наперебой делаем ей комплименты, для нас эта книга действительно удалась, теперь остается ждать приговора публики. Это будет полный успех. 22 сентября я читаю Симоне главу истесненного золотом издания ее книги «Тоска уже не та», где она пишет о России. Ее глаза мерцают, как слепые звезды. И вдруг она говорит мне «Ты должна писать». 24 сентября Симона чувствует себя все хуже. Мне все-таки удалось уговорить ее поесть. Я привезла специально для нее блины с икрой. Впервые за долгое время она ест даже с удовольствием. И все же дожевывая блинчик, она не забывает мне сказать «Ты должна писать». «Я принесла несколько листочков и робко читаю их Симоне». Она говорит «Продолжай». 25 сентября мы потихоньку прогуливаемся перед домом. Симона начинает снова. «Ты должна писать». Вечером она выкуривает последнюю сигарету. «Дорогая моя, пиши о Володе». 30 сентября 85 года. Тело Симоны покоится на кровати. Я громко говорю в тишине светлой комнаты. «Я сделаю это. Я обещаю тебе». Красный огонек неистово мигает. Актеры на сцене убыстреют ритм в игре напряжения. Я потихоньку поворачиваю голову и различаю в глубине зала силуэт в ореоле непослушных волос. Это Юрий Петрович Любимов, шеф. Он держит в руках придуманный им фонарик. Белым освещается его собственное лицо, когда он хочет уточнить мимику или указать на плохое движение. Слишком быстрый темп, автоматическую игру. Зеленый свет означает, что все идет хорошо, красный, что нужно сменить ритм, что он недоволен, что актеры играют не с полной отдачи. Его невозможно обмануть, он сам актер, он прекрасно видит, когда на сцене кто-то бережет силы. Что удивительно в этом человеке, он это и сам признает, он не был большим актером, он выглядел на сцене лишь миловидным молодым человеком. Он обрел свое настоящее призвание, став сначала педагогом, затем режиссером театра. Вы впервые встречаетесь в 64-м году, практически в ходе создания театра на Таганке. Для тебя это настоящая удача прийти в тот самый момент, когда театр только начинает жить. Твои отношения с любимым углубляются из года в год. Он становится тебе немного отцом, которого у тебя никогда по-настоящему не было. Ты восхищаешься им и побаиваешься его. Он любит тебя, как талантливого сына, с которым, правда, хлопот не берешься. Вы дополняете друг друга в работе, и смотреть репетиции становится для меня настоящим наслаждением. Вы оба заводные и соперничаете в обаянии. Вы попеременно взрываетесь, объясняетесь, яростно жестикулируя, в какую-то минуту начинает казаться, что дело сейчас дойдет до драки, и все-таки вы никогда по-настоящему не ругаетесь. За несколько дней до генеральной репетиции все становится на свои места. Любимов выискивает совершенно особенную трактовку, от которой будет зависеть успех. Ты играешь не щадя сил. Кажется, ты уже достиг потолка, и вдруг ты преодолеваешь этот предел, и открывается такая глубина, и каждый раз совершается чудо. Галилей, Пугачев, Маяковский, Гамлет, и, наконец, Свидригайлов. Какую палитру персонажей вы создали с Любимовым? Не говоря уже обо всех поэтических пьесах, современных произведениях и спектаклях, которые мало кому довелось увидеть. Любимов всю жизнь будет тебе другом. Он всегда прощал тебе все твои выходки, которые иногда ставили его в очень трудное положение. Публика приходила в ярость, когда ты не играл. Коллеги-актеры завидовали твоему успеху, снисходительности к тебе любимого и особенно любви к тебе народа. За исключением некоторых Демидовой, Золотухина, Шацкой, Филатова, Дыховичного, твоих друзей все кусали себе локти от зависти и всячески портили тебе жизнь. Особенно ненавидели тебя девочки. Они распространяли слухи, пытались поссорить тебя с любимого, превратили театр в корзину с копошащимися крабами. Насколько ты любишь концерты и встречи с публикой, настолько работа в трупе становится тебе в тягость. К семьдесят восьмому году ты серьезно подумываешь уйти из театра. Любимов дает тебе тогда возможность участвовать в спектакле со стихами и музыкой в поисках жанра, а главное сыграть Свидригайлова в преступлении и наказании в начале семьдесят девятого. Это будет твоя последняя роль в театре. В конце спектакля ты исчезаешь в люке, откуда вырывается красноватый свет. Это премьера. Зал потрясен, я сама дрожу и не могу отделаться от глубокой тревоги весь остаток вечера. Между тем все веселы, даже шеф, который обычно скуп на комплименты сегодня говорит «Хорошо, Володя!» И правда твоя актерская работа достигла в этой роли несравненной глубины. Но какой ценой? «За ужином я сижу напротив тебя и любимого и вижу жизнерадостность в глазах шефа, его счастливую улыбку и твое каменное лицо с пустыми глазами. Между тем ты на двадцать лет его моложе. На его шестидесятилетие ты написал для капустника текст на известную музыку. Капустник это спектакль играющийся в тесном кругу для друзей и коллег где можно вовесь голос и с юмором сказать все, что на сердце. Эта разрешенная импровизация радует всех. Это нечто вроде аварийного клапана, который правительство использует еще и для того, чтобы знать настроение людей. Твое выступление заканчивается словами «Скажи еще спасибо, что живой». Это было в 77 году. 27 июля 80 года я вижу любимого, постаревшего, согнувшегося под тяжестью горя. Он до конца исполняет свой долг режиссера, организуя все до мельчайших деталей. И смело и непоколебимо запрещает официальным ораторам доступ в зал. Я всю жизнь буду ему за это признательно. В своей книге воспоминаний в заключении посвященной тебе главы он написал «Пастернак, Ахматова или Высоцкий вызывали своими стихами больше, чем восхищение. Они вызывали любовь». Сыграть Гамлета это уникальная возможность в жизни актера. Ты идешь к этой роли на собственный манер, перегибая палку, яростно, со скандалом. После катастрофического запоя, следующего за нашей свадьбой, мы расстаемся. Любимов, до последней степени изведенный твоими загулами, предлагает репетировать твою роль другому актеру. Надеюсь, что ты обязательно среагируешь, просто из гордости. Ты пишешь мне 25 мая 70-го года. Любимов пригласил артиста современника репетировать роль параллельно со мной. Естественно, меня это расстраивает, потому что вдвоем репетировать невозможно, даже для одного актера не хватает времени. Когда через некоторое время я вернусь в театр, я поговорю с шефом, и если он не изменит свои позиции, я откажусь от роли и, по-видимому, уйду из театра. Это очень глупо. Я хотел получить эту роль вот уже год. Я придумывал, как это можно играть. Конечно, я понимаю любимого, я слишком часто обманывал его доверие, и он не хочет больше рисковать, но именно теперь, когда я уверен, что нет больше никакого риска, для меня эта новость очень тяжела. Ладно, разберемся. В этих строчках заключается объяснение твоего подхода к трагедии Гамлета, человека, вынужденного изображать сумасшедшего, чтобы его оставили в живых, притворяться, чтобы его не заперли на замок, быть мужественным совсем по-другому, чем было принято в его касте, изобретать новый язык, который пугает Офелию и непонятен никому, особенно его собственной матери. Гамлет, который живет в тебе, очень на тебя похож, любимов все еще прощает тебя и, не колеблясь, доверяя тебе эту огромную работу, к тому же тебе очень помогает декорация, придуманная твоим другом Давидом Боровским, огромный, грубо-тканный занавес грязно-серого цвета, который перемещается во всех направлениях. Он стал будто еще одним персонажем драмы. Широкими медленными движениями он подметает сцену и тем самым участвует в игре. Ты можешь зацепиться за него, завернуться в него, за тобой следят сквозь него, ты играешь с ним. Ты громко кричишь на Офелию для тех, кто подслушивает и страстно целуешь ее, спрятанную в складках занавеса. Любопытным образом эта сценическая находка оттеняет все нюансы твоей игры. Всю свою жизнь ты разыгрывал некое тихое помешательство, чтобы скрыть глубокий внутренний разлад. Ты каждый день маскировал отчаяние шутками, которые обезоруживали чиновников и близких тебе людей, иногда устававших от твоих невероятных выходок. Их останавливало в критический момент одно твое слово. Разглаживались морщины, и люди вновь обретали мужество и терпение. В армейской среде, где ты вырос, учат мужеству, но не учат восставать против зазубренных идей. Такие вещи здесь просто немыслимы. Твое мужество тем более велико, что никто тебя не поддерживает, твои близкие отказались от тебя, мучают тебя и предают. И твои стихи, полные скрытого смысла, здорово их раздражают. Гамлет не станет играть на инструменте, на котором не умеет играть. Тебе предлагают говорить то, что от тебя хотят услышать. Ты отказываешься и только громче кричишь свою правду. Картина, остающаяся после спектакля, это страшный жестокий бой, конечно, исход смертельный, но прежде всего это победа истины. Гамлет, пожертвовавший Офелией, измученной сомнениями, предательством любимой матери и самых дорогих друзей, сам решает свою судьбу и происходит трагическая развязка. И когда смертельно раненый, отомстив, он говорит последние слова, прекрасно переведенные великим Пастернаком, дальнейшее молчание, раздавленные болью зрители еще несколько минут не двигаются с мест. Ты сам, раздетый до пояса, подрагивая, как лошадь после изнурительной скачки, осунувшийся от пружитой на сцене жизни, поднимаешься лишь через несколько минут в полной темноте, в которой завершается спектакль. В первый вечер я бегу за кулисы обнять тебя. На твоем лоснящемся от пота лице счастливая улыбка. Ты справился с этой ролью. Ты ее сыграл, ты выложился весь. Эта премьера навсегда останется в моей памяти. Дорога была такая длинная. Следующие десять лет ты приближался к гамлету, и одновременно происходило как бы очищение персонажа человеком. И это стало настоящим высшим театральным искусством. и таким был каждый спектакль вплоть до рокового дня в июле восьмидесятого, когда ты не появился в глубине сцены с гитарой в руках. Тот вечер ты не играл спектакля. Ты никогда больше не играл. За пропавшие билеты возвращать деньги не пришлось. Каждый сохранил свой как священную реликвию. Одиннадцатое июля восьмидесятого года. Чемоданы в холле ты уезжаешь в Москву. Нам обоим тяжело и грустно. Мы устали. Три недели мы делали все, что только было в наших силах. Может быть, мне не хватило духу? Все тщетно. Ты вынимаешь из кармана маленькую открытку. На ней наскро набросаны несколько строк. Большом гулком холля твой голос звучит как погребальный колокол. Я тихо плачу. Ты говоришь. Не плачь, еще не время. Ты внимательно смотришь на меня выцветшими глазами, будто спрашиваешь о чем-то. Я хочу взять у тебя из рук открытку. Ты говоришь, что там неразборчиво написано. И обещаешь мне послать стихи телеграммы. Мы едем в аэропорт. Твои стихи звучат во мне. Лед, о котором ты много раз говорил, давит нас, не дает нам сдвинуться с места, и я ничего не в силах сказать тебе, кроме банальных фраз. Береги себя, будь осторожен, не делай глупостей, сообщай о себе. Но сил у меня больше нет. Мы уже далеко друг от друга. Последний поцелуй. Я медленно глажу тебя по небритой щеке, и эскалатор уносит тебя вверх. Мы смотрим друг на друга. Я даже наклоняюсь, чтобы увидеть, как ты исчезаешь. Ты в последний раз машешь мне рукой. Я больше не вижу тебя. Это конец. Как во сне я возвращаюсь домой, пытаюсь собрать воедино беспорядочные картинки последних дней, мое беспокойство, когда ты не приехал на значенный день, бесполезные звонки, ожидания, бессилие, твое исчезновение между Парижем и Москвой, и однажды ночью звонок моей подруги. Ты уже несколько часов в Париже, в одном из русских ресторанов, и дело плохо, надо ехать за тобой, я бужу, Петю, мне нужна помощь. Мы находим тебя на банкетке, обитой красным плюшем в самом темном углу. С тобой гитара и чемодан, ты похож на отставшего от поезда пассажира. Наш добрый доктор Поль Онегман не может ничего сделать, тебе нужно класть в больницу. В коридоре доктор Дюгарен смотрит на меня и спрашивает. На этот раз кто это? Мой муж, бедняжка. В том же коридоре несколько лет назад находился мой старший сын. Прошло время. Ты приходишь в сознание, а дальше угрозение совести, отчаяния и, наконец, откровенный разговор со мной. Я отказалась, несмотря на советы врачей, оставить тебя в специальной клинике. Быть может, я должна была на это решиться. Но могла ли я посягнуть на твою свободу, которой ты дорожил больше жизни? Ты попросил меня. Уедем вдвоем, уедем далеко, ты вылечишь меня, как раньше, как всегда. И вот мы на юге Франции в маленьком доме моей сестры отдель. Тишина, холод, спрятанные в саду бутылки, успокоительные пилюли, которые никого не успокаивают, и вокруг огромное пространство, которое для тебя не более, чем пустота. И обрывки фраз. Я уеду, я больше не могу, я больше не хочу, это слишком тяжело, хватит. И моя сила воли изнашивается, как тряпка. Меня охватывает усталость, и отчаяние заставляет меня отступить. Мы уезжаем. Дороги ты дремнешь, быть может, пользуясь предоставленной тебе отсрочкой. Строфы последнего стихотворения упорядочиваются у тебя в голове. И снизу лед, и сверху маюсь между. Пробить ли вверх или пробуравить низ? Конечно, сплыть и не терять надежду, а там задело, в ожидании бис. Лед надо мною, надломись и тресни, и весь в поту, как пахарь от сахи, вернусь к тебе, как корабли из песни, все помня, даже старые стихи. Мне меньше полувека, сорок с лишним, я жив, двенадцать лет тобой храним. Мне есть, что спеть, представь перед Всевышним, мне есть, чем оправдаться перед Ним. Ты читал мне эти стихи всего один раз, и они отпечатались у меня в памяти. В ночной тишине я закрываю глаза и словно прокручиваю фильм об этих проклятых месяцах. Наши тяжелые телефонные разговоры, твои многодневные отсутствия и потом 23 июня смерть Адиль, мой крик о помощи, твое желание приехать меня утешить, преступный отказ визе, и ты падаешь в пропасть. Потом месяц холодной ярости, необъяснимой паники, и вечером 23 июля наш последний разговор. Я завязал. У меня билет и виза на 29-е. Скажи, ты еще примешь меня. Приезжай, ты же знаешь, я всегда тебя жду. Спасибо, любимая моя. Как часто я слышала эти слова раньше, как долго ты не повторял их мне. Я верю, я чувствую твою искренность. Два дня я радуюсь, готовлю целую программу, как встретить тебя, успокоить, отвлечь. Я прибираю в доме, закупаю продукты, приношу цветы, прихорашиваюсь. В 4 часа утра 25 июля я просыпаюсь в поту, зажигаю свет, сажусь на кровати. На подушке красный след, я раздавила огромного комара. Я не отрываясь смотрю на подушку, меня словно заколдовало это яркое пятно. Проходит довольно много времени, и когда звонит телефон, я знаю, что услышу не твой голос. Володя умер. Вот и все. Два коротких слова, сказанных незнакомым голосом. Тебя придавил лед, тебе не удалось разбить его. В комнате с закрытыми окнами лежит твое тело. Ты одет в черный свитер и черные брюки. Волосы зачесаны назад, лоб открыт, лицо застыло в напряженном, почти сердитом выражении. Длинные белые руки вяло сложены на груди. Лишь в них видится покой. Из тебя выкачали кровь и вкололи в вены специальную жидкость, потому что в России с покойными долго прощаются, прежде чем похоронить. Я одна с тобой, я говорю с тобой, я прикасаюсь к твоему лицу, рукам, я долго плачу. Больше никогда эти два слова душат меня, гнев сжимает мне сердце. Как могли исчезнуть столько таланта, щедрости, силы? Почему это тело, такое послушное, отвечающее каждой мышце на любое из твоих желаний, лежит неподвижно? Где этот голос, нистовство которого потрясало толпу? Как и ты, я не верю в жизнь на том свете. Как и ты, я знаю, что все заканчивается с последней судорогой, что мы больше никогда не увидимся. Я ненавижу эту уверенность. Уже ночь, я включаю нашу настольную лампу, золотистый свет смягчает твое лицо. Я впускаю скульптора, который поможет мне снять посмертную маску. Это очень верующий пожилой человек. Его размеренные движения меня успокаивают. Пока он разводит гипс, я мажу твое лицо вазелином, и мне кажется, что оно разглаживается у меня под пальцами. Последняя ласка как последнее успокоение. Потом мы молча работаем. Я несколько лет занималась скульптурой, я знаю, как делаются слепки, я вспоминаю почти забытые движения, эта работа вновь окунает меня в простоту жизни. Старый скульптор шепчет последнюю молитву. Все кончено. маска будет отлита в бронзе в трех экземплярах. Что касается остального, я поручаю все нашему старому другу. На твоем письменном столе лежала посмертная маска Пушкина. Некоторые находят эту традицию мрачной, других шокирует, если они видят такой вещи на стене. Но я думаю, что артист принадлежит всем. Он раз и навсегда отдает себя тем, кто его любит. Я провожу ночь, сидя у тебя в изголовье, погрузившись в воспоминания. Будущее для тебя кончилось. Своё будущее я плохо представляю. Все, что я делала эти несколько часов, я делала вместе с тобой. Один на один. И теперь приходят друзья, чтобы положить тебя в гроб. Накатывает горе, волна за волной. Плач, крики, шёпот, тишина и сорванные от волнения голоса, повторяющие твоё имя. Пришли все, некоторые приехали с другого конца страны. Другие не уходили с вечера. Дом наполняется и, как в большие праздники, балконы, коридор, лестничная площадка полны людей. Только всё это в необычной давящей тишине. Приносят гроб, обитый белым. Тебя осторожно поднимают, укладывают. Я поправляю подушку у тебя под головой. Твой врач Игорёк спрашивает меня, может ли он положить тебе в руки ладонку. Я отказываюсь, зная, что ты не веришь в Бога. Видя его отчаяние, я беру её у него из рук и прячу тебе под свитер. Гроб ставят в большом холле дома, чтобы все могли с тобой проститься. В пять часов утра начинается долгая церемония прощания. Среди наших соседей много артистов и людей, связанных с театром. Они идут поклониться тебе. И ещё никому неизвестные люди, пришедшие с улицы, которые уже всё знали. Москва пуста, Олимпийские игры в самом разгаре. Ни пресса, ни радио, ничего не сообщили. Только четыре строчки в вечерке отметили твой уход. Мы уезжаем из дома на скорой помощи с врачами реанимации, которые так часто вытягивали тебя. Мы приезжаем в театр, где должна состояться официальная церемония. Любимов отрежиссировал твой последний выход. Сцена затянута чёрным бархатом, прожекторы направлены на помост. Одна из твоих последних фотографий, чёрно-белая, где, скрестив руки на груди, ты серьёзно смотришь в объектив. Висит огромная над сценой. Траурная музыка наполняет зал. Мы садимся. Я беру за руку твою бывшую жену, и мы обе садимся рядом с вашими сыновьями. Прошлое не имеет сейчас никакого значения. Я чувствую, что в эту минуту мы должны быть вместе. Надлежащим образом проинструктированная милиция установила барьеры, улицы заполняются людьми. Перед театром образуется очередь. Мы слышим приказы, передаваемые пурацией. Вокруг театра полно милиции. Я поднимаюсь в кабинет любимого. Он бледен, но полон решимости. Он не отдаст эту последнюю церемонию на отпуг чиновникам. Он хочет, чтобы говорили только друзья. В конце концов, официальные лица сдаются. Никакой неискренности не будет в этой последней встрече. Я возвращаюсь в зал, двери открывают, и потекла толпа. Москвичи пришли проститься со своим глашатаем. Тысячи лиц отпечатались у меня в памяти. Каждый несет цветы. Сцена вскоре вся усыпана ими. И сладковатый запах ударяет в голову. Люди видят нас, опускают глаза, прижимают руку к сердцу, многие плачут. Мы слышим с улицы возмущенные возгласы и крики, прикрывающие реквием. Мне говорят, что квартал оцеплен, что в милиции приказано не пускать людей, что им надо побыстрее закончить с похоронами. Мне это безразлично. Я смотрю на твое лицо, я немного загримировала тебя, потому что сегодня утром на рассвете лицо показалось мне совсем белым. Я заполняю свою душу этими дорогими чертами, я запоминаю их навсегда. Усталость, горе. Звуки шагов вызывают нечто вроде галлюцинации. У меня впечатление, что ты дышишь, что у тебя шевелятся губы и приоткрываются глаза. Петя берет меня за плечи. Я прихожу в себя. Надо держаться. Врач, один из друзей, протягивает мне стакан с каплями на шатыря. Я смотрю вокруг, впечатление, что я снимаюсь в фильме, и сцена закончится сейчас коротким режиссерским стоп. Толпа продолжает склоняться перед гробом в течение долгих часов. Потом отдает распоряжение вынести гроб. Шестеро друзей несут гроб к выходу. Меня окружают близкие. На улице бьет в глаза яркий свет, волнуется людское море, растянувшееся на километры. И над толпой поднимается твой голос. Сотни людей взяли с собой магнитопоны и включили свои любимые песни. Мы садимся в автобус, гроб стоит в проходе. Мы все сидим как школьники, уезжающие на каникулы. Любимый машет большим белым платком людям, собравшимся на крышах, на каменных оградах, некоторые залезли на фонари. Автобус трогается, и часть огромной толпы бежит за автобусом до самого кладбища. Меня охватывает истерический смех, потому что из-за рытвен на дороге гроб подпрыгивает и твое тело соскальзывает. Нам приходится укладывать тебя обратно. Мы приезжаем на кладбище, на песчаную площадку, где в последний раз можно тебя поцеловать. Мне все труднее справляться с нервами. От вида искаженных болью лиц мне снова хочется захохотать. «Может быть, я слишком много плакала? Я последнее наклоняюсь над тобой, прикасаюсь к колбу, к губам. Закрывают крышку. Удары молотка звучат в тишине. Гроб опускают в могилу. Я бросаю туда белую розу и отворачиваюсь. Теперь надо будет жить без тебя. Двадцать шестого июля я вхожу в твой кабинет. Единственное место, оставшееся нетронутым, это рабочий стол. Все остальное перерыто, переставлено, переложено. Не осмелились только прикоснуться к рукописи. И тогда я машинально укладываю в чемодан сотни листочков и передаю его одному из друзей, чтобы он спрятал. Я еще не знаю, что просто спасаю твои стихи. Последнюю минуту родители, очевидно, не решились подвергнуть цензуре и уничтожить то, что ты написал своей рукой. И этот мой поступок, понятый позже как воровство, позволил мне передать пцгали все, что ты создал бессонными ночами за годы тяжкой работы. Я привезла этот маленький чемодан однажды утром в обычное серое здание, где и располагается архив. Там меня ждала группа женщин, которые, как только я вошла, по очереди обняли меня. У них в руках были букеты цветов, лица раскраснелись от жары и волнения, некоторые плакали. Директрица, спотыкаясь на словах, поблагодарила меня за этот поступок, который все не поняли, как самый чистый знак любви к тебе и к России. Как единственная наследница твоего творчества, я могла увезти все это за границу, но я знаю, что никто не будет так внимательно и преданно хранить твои рукописи, как эти женщины. Я без колебаний оставила их у тебя на родине. Я уверена, что ты хотел бы, чтобы это было именно так. После похорон я возвращаюсь в Париж. Ища, на чем бы записать номер телефона, я нахожу твое последнее письмо. Дата не проставлена, но я знаю, что оно написано до 11 июня 80-го года. Мариночка, любимая моя, я тону в неизвестности. У меня впечатление, что я смогу найти выход, несмотря на то, что я сейчас нахожусь в каком-то слабом и неустойчивом периоде. Может быть, мне нужна будет обстановка, в которой я чувствовал бы себя необходимым, полезным и не больным. «Главное, я хочу, чтобы ты оставила мне надежду, чтобы ты не принимала это за разрыв. Ты единственная, благодаря которой я смогу снова встать на ноги. Еще раз, я люблю тебя и не хочу, чтобы тебе было плохо. Потом все встанет на свое место. Мы поговорим и будем жить счастливо». Ты В. Высоцкий Подпись «Ты», которую мы использовали в нашей переписке, появилась после того, как мы с тобой услышали однажды одну красивую индийскую притчу. В день свадьбы невеста заперлась по обычаю в новом доме. Спустилась ночь. Жених стучит в дверь, она спрашивает «Кто там?» Он отвечает «Это я». Она не открывает. И так проходит много дней, и она не хочет открыть. Наконец он снова приходит однажды вечером, она спрашивает «Кто там?» Он отвечает «Это ты». Она открывает ему дверь и свое сердце. «Как и во всех больших городах, Москве больше не хоронят на центральных кладбищах, только в исключительных случаях. А вообще-то надо ехать за город очень далеко. Там и хотели власти похоронить моего мужа. Мы не согласны. Мои друзья и я считаем, что его могила должна находиться в самом сердце города, где он родился. Мы направляемся целой делегацией к директору Вайганьковского кладбища. Оно находится в нескольких шагах от нашего дома. Настоящий сад окружает красивую старую церковь. Приезжает Иосиф Кобзон. Как только директор впускает его к себе в кабинет, он говорит «Нужно место для Высоцкого». И протягивает ему пачку сто рублевок. Целое состояние. Срывающимся отрыданий голосом директор кладбища говорит «Как вы могли подумать, что я возьму деньги? Ведь я любил его». Он уже приготовил лучшее место как раз в середине площадки у входа, чтобы сюда могли приходить люди поклониться. Этот добрый человек даже не мог себе представить, насколько удачно он выбрал место. Вот уже много лет беспрерывный поток людей идет к могиле. Молодые кладут сюда букеты, как на могилу неизвестного солдата. Другие приносят по обычаю немного коньяка, яблоки, пироги. Некоторые оставляют здесь свою гитару. стихи сотнями приколоты к букетам, которые каждый день собираются в горы цветов. Директор потерял свое место, может быть, власти не простили ему устроенного скандала. Могила поэта Владимира Высоцкого в самом центре Москвы стала местом паломничества миллионов советских людей. По поводу памятника на могилу между Володиной семьей и мной разразился скандал. В одном из стихов, названном «Памятник», Высоцкий оставил что-то вроде завещания, где ясно сказано, чего бы он не хотел видеть на своей могиле. Давид Боровский, он около пятнадцати лет работал с Володей, устроил по моей просьбе выставку проектов памятника. На мой взгляд, ничто так не напоминает блестящую такую недолгую жизнь Владимира Высоцкого, как отколовшийся кусок звезды, оплавившийся в воздухе, оставивший огненный след в небе и завершивший свой стремительный полет на могиле поэта. Прямоугольник земли, выступающая из него необработанная порода, сверху метеорит и небольшая надпись Владимир Высоцкий и даты. К несчастью, это не подходило родителям. Они отвергли мою идею, варварскую и непонятную для них, под предлогом того, что эта тяжесть раздавит их сына. Им нужен был монумент во весь рост, хорошо узнающийся. Я надеялся, что конкурс поможет нам найти компромисс. Более тридцати работ выставлены в фойе театра. Скульпторы вложили в работу всю душу, каждый по-своему воздавал должное памяти моего мужа. Мы долго рассматривали каждое произведение, это было печально и прекрасно. Но каждый выбирает по себе, и родители остановились на очень похожей скульптуре во весь рост. Вся фигура обернута развивающимся знаменем, над головой гитара, наверху, двухметровой высоты лошади из золоченой бронзы. Ни на одном из проектов мы не сошлись. Я защищала свой выбор, ссылаясь на стихи моего мужа, доказывая, что само расположение могилы со старой церковью сзади, деревьями и в окружении других могил не позволяет устанавливать высокую скульптуру. Потом я сказала, что Высоцкий был поэтом, артистом, а не героем Советского Союза, и что воинственная и реалистическая скульптура, выбранная родителями, будет противоречить его образу. Изображение не нужно еще и потому, что сохранились фотографии, фильмы, видеокассеты. Но никакого решения принято не было. Через пять лет положение оставалось прежним. Я должна сказать совершенно искренне, что состояние могилы вселяла в меня радость. Горы свежих цветов, меняющихся каждый день зимой и летом, руками друзей. Что может быть лучше? Ноябрь восемьдесят пятого года. Не только что сообщили, что памятник установлен. Отныне на твоей могиле возвышается наглая позолоченная статуя, символ социалистического реализма. То есть то, отчего тебя тошнило при жизни. И поскольку она меньше двух метров высоту, у тебя там вид гнома с озлобленным лицом и гитарой вместо горба, окруженного со всех сторон мордами лошадей. Это уродливо, не лезет ни в какие ворота, и просто смешно. На цоколе надпись от родителей и сыновей. К счастью, меня не втянули в этот скандал. Открытие происходило только в присутствии родителей. Не было никого из моих друзей. Фарс продолжается. Я при жизни был рослым и стройным, не боялся ни слова, ни пули, и в привычные рамки не лез, но с тех пор, как считаюсь покойным, охромили меня и согнули, к пересталу прибив ахиллес. Не стряхнуть мне гранитного мяса и не вытащить из постамента ахиллесову эту питу и железные ребра каркаса мертво схвачены слоем цемента только судороги по хребту. Я хвалился косою саженью. Знаете, смерти, я не знал, что подвергнусь суженью после смерти, но в привычные рамки я всажен. наспор вбили, а косую неровную сажень распрямили. И с меня, когда взял я да умер, живу маску посмертную сняли расторопные члены семьи. И не знаю, кто их надоумил, только с гипса в чистую стесали азиатские скулы мои. Мне такое не мнилось, не снилось, и считал я, что мне не грозило оказаться всех мертвых мертвей. Но поверхность на слепке лоснилась и могильную скукой сквозила из беззубой улыбки моей. Я при жизни не клал тем, кто хищный в пасти палец. Подойти ко мне с меркой обычной опасались, но по снятии маски посмертной тут же в ванной гробовщик подошел ко мне с меркой деревянной. А потом по прошествии года как венец моего исправления крепко сбитый литой монумент при огромном скоплении народа открывали подбодрое пение под мое с намагниченных лент. Тишина надо мной раскололась, из динамиков хлынули звуки, с крыш ударил направленный свет. Мой отчаянием сорванный голос современные средства науки превратили в приятный фальцет. Я немел в покрывало упрятан. Все там будем. Я орал в то же время костра там к уши людям. Саван сдернули, как я обужен. Знаете, смелите, неужели такой я вам нужен после смерти? Командора шаги злы игулки. Я решил, как во времени он не пройтись ли по плитам звеня. И шахнулись толпы в проулке, когда вырвал я ногу со стоном, и осыпались камни с меня. Накренился я, гол, безобразен, но и падая, вылез из кожи, дотянулся железной клюкой, и когда уже грохнулся наземь, из разодранных рупоров все же прохрепел я, похоже, живой, и падение меня и согнуло, и сломало, но торчат мои острые скулы из металла. Не сумел я, как было угодно, шито-крыто. Я напротив ушел всенародно из гранита. Этот пьяница, этот антисоветчик, этот отступник, этот бесталанный человек, этот мерзавец, этот враг, этот сумасшедший, этот плохой сын, этот отвратительный отец, этот опустившийся человек, который якшается с иностранкой, это ваш сын, Семен Владимирович. Этот превозносимый публикой актер, этот всеми признанный творец, этот человек, страстно влюбленный в родную землю, неутомимый труженик, патриот, ясновидец, лишенный общения с детьми отец, терпеливый и снисходительный сын, человек свободный и счастливый в своей личной жизни, это тоже ваш сын, Семен Владимирович. Ваши медали, тяжело заработанные на войне, не дают вам сегодня право извращать истину. Вы никогда ничего не понимали. Песни вашего сына только резали вам слух. В вашем кругу его образ жизни считали скандальным и вы предали его. И даже если вы не понимаете размеру вашего деяния, этот поступок был вдвойне преступлением. Вы оклеветали человека и это был ваш собственный сын. В течение двенадцати лет я старалась примирить вас. Но вас волновало лишь собственное спокойствие. Вы хотели, чтобы его творчество не выходило за общепринятые рамки. Вы никогда по-настоящему не интересовались произведениями вашего сына. Вы никогда не понимали его борьбы, потому что она не вписывалась в ваше представление о жизни. Во время наших ужасных споров о памятнике на могиле меня поразила одна вещь. Вы несколько раз намекали мне, что ваше последнее пристанище будет рядом с сыном. Я ответила резко, что это все-таки могила, а не коммунальная квартира. Но от вашей неожиданной известности, ежедневных знаков народного обожания по отношению к вашему сыну. Вы вошли во вкус почестей. Поставив этот абсурдный памятник, вы готовитесь высечь там свое имя. Вы, который никогда не поддерживал вашего сына в борьбе за правду, готовитесь разделить с ним посмертную славу. 82 год. Я с подругой сижу уже два часа в зале ожидания центральной тюрьмы в Москве в месте сортировки, откуда заключенных отправляют в лагеря. Один человек, который добился разрешения на строительство дома, где мы жили, возглавлял в свое время группу художников графиков. Он получил разрешение начать строительство нескольких кооперативных домов в центре города и составил список пайщиков, в котором фигурировали известные артисты, ученые и политики. На Малой Грузинской улице вблизи зоопарка поднимаются двенадцатиэтажные башни из розового кирпича. Рядом общежитие студентов консерватории, и летом хорошо слышен шум зоопарка в перемешку с гаммами на всевозможных инструментах. По жеребьевке нам досталась квартира на восьмом этаже. Шесть лет ожидания, бесчисленных визитов к ответственным лицам на всех уровнях, и разрешающая подпись все же вырвана на больничной кровати в одного из ответственных работников массовета, которому меня привел заместитель министра, твой поклонник. Наконец мы въезжаем в новую квартиру, но человек, которому мы обязаны этим счастьем, не смог, несмотря на свои выдающиеся организаторские способности, врожденную деловитость и легендарную способность выкручиваться, угодить всем. К тому же он имел неосторожность оборудовать себе небывалой роскоши квартиру-мастерскую, где он радушно принимал пол Москвы. Как только он перестал быть нужным друзьям, они исчезли, зато многочисленные враги не оставили его в покое, и, несмотря на робкие попытки защищаться, он был смещен с поста, приговорен к тяжелому наказанию с конфискацией имущества. Ему семьдесят лет, у него больное сердце. Дочери не разрешили свидание с ним до отправки в лагерь. Она попросила меня пойти с ней в пересыльную тюрьму. Она уверена, что мое присутствие смягчит тюремные власти. И, правда, услышав мое имя, нам открыли тяжелую дверь и поспешили предложить стулья. Нас попросили подождать, и мы ждем. В течение следующих часов я на всякий случай говорю свое имя и причину нашего прихода каждому проходящему милиционеру. Я знаю, что таким образом не сегодня, так завтра отец узнает, что дочь пыталась с ним повидаться. Мы обе боимся, что это будет его последним путешествием. Комендант тюрьмы, выслушав нас, снова просит подождать. Уже очень поздно. У нас кончились сигареты, становится зябко. Дверь открывается, мы привстаем с мест, но комендант сообщает нам с явным облегчением, что в тюрьме внезапно вспыхнула эпидемия, и посещения запрещены. Естественно, для нашего же блага. Восемьдесят седьмой год. Я снова встречаюсь с нашим другом. Его только что досрочно освободили. Он совсем постарел, у него не осталось зубов, но он все так же полон энергии. Он рассказывает мне, что мой тогдашний приход возымел совершенно неожиданные последствия, чтобы как можно скорее отделаться от этого слишком известного заключенного, его немедленно перевели в другую тюрьму. И поэтому он не отправился в лагерь, что может быть и спасло ему жизнь. Метеорит, упавший в самом центре Сибири, должен был символизировать на могиле жизнь Владимира Высоцкого. К несчастью, так не случилось, но я узнала в 85-м году, что астрономы Крымской обсерватории назвали вновь открытую планету между орбитами Марса и Юпитера Влад Высоцкий. Она значится под номером 2374 в международном каталоге планет. Часто я смотрю на звезды и улыбаюсь от мысли, что среди этого множества планет в огромной галактике блуждает маленькая светящаяся точка, и это вечно живое небесное тело связано с именем моего мужа. Послушай, все равно мы знаем, что ты здесь. Выходи, заговори. Так вечером 25 июля 81-го года публика общается с твоим голосом. В переполненном как никогда зале такого не было даже на просмотре самых успешных запрещенных спектаклей. Люди задают тебе вопросы, слушают твои ответы, ясные и меткие, как и все, что ты написал. На сцене подвешены на канатах ряды театральных кресел, покрытые большим белым полотном, которое в какой-то момент вдруг превращается в волны, а потом застывает, словно живой лед. И в несколько секунд создается новая атмосфера для следующей сцены. Здесь собралась вся литературная Москва, эти враждующие друзья примирились на вечер. Сидя на обычном своем месте, Любимов тихонько плачет. Я сижу справа от него, и у меня по щекам тоже текут слезы, в отсутствие которых на похоронах меня упрекали. Меня поразила оригинальность решения. Меньше чем за три часа Любимову удалось выразить самое главное в твоей жизни, а значит немного и в моей. Он показывает нам двадцать лет жизни нашего поколения, шестидесятые, восьмидесятые годы, двадцать лет кипучего творчества, двадцать лет борьбы. Это воспоминания обо всех друзьях, сосланных, брошенных в тюрьму, исчезнувших, загнанных, вычеркнутых из списка живых из-за невозможности работать, из-за водки, наркотиков, от отчаяния. И еще это спектакль о любви. В нем показана наша встреча и все, что было до и после, вплоть до последнего стихотворения. И еще это спектакль о твоей тяжелой работе по восемнадцать часов в день, о твоей борьбе с отчаянием. Моментами мне становится неловко, не используя ничего, кроме твоих стихов, Любимов показал самые тяжелые моменты нашей жизни. И начинается сатирическая часть. Публика, как всегда, стонет от смеха. Как здорово слышать мощную реакцию зала, знать, что все исписанные листочки, магнитопонные записи, отчаянные попытки опередить смерть, да петь, не пропали даром, несмотря ни на какие запреты. Несколько дряхлых бюрократов в ответе за смерть многих советских артистов. Они их не убивали, как стали, и поэтому не отвечают публично и поименно за злодеяния. Но мы знаем, что все они палачи, что они лишили страну лучших творцов. С 81-го года Любимов показывал этот спектакль в твой день рождения и в годовщину смерти. Пять лет труппа хранила в памяти текст и музыку, а играла всего два раза в год. Я пишу эти строки в 87-м году. Любимов уехал, Эфрос умер, театр остался сиротой. Никаких новостей о спектакле. Ранним утром 4-го октября 80-го года у меня раздается телефонный звонок. Я шарю в поиске телефонной трубки. Мужской голос, странно напоминающий флейту, говорит мне что-то на непонятном языке. Через каждые два слова я слышу твое имя Владимир Высоцкий, но он произносит Владимир Бесоцкий. Я наконец понимаю, что мой собеседник японец и что он пытается упросить меня с ним встретиться. Я чуть жива, я никак не могу проснуться. Успокоительная водка, три пачки сигарет, выкуренные накануне. Ото всего этого я очень ослабла и бормочу. Хорошо, приходите в три часа. Днем приходит высокий элегантный молодой человек, очень взволнованный и испуганный. Я указываю ему на стул. Еще тепло, и я ждала его в саду. Собаки прыгают вокруг, и кажется, это не особенно ему нравится. Я смотрю на него вопросительно, он поправляет складку на брюках, откашливается и начинает свой рассказ. Много работая с японцами, я, в общем, вполне сносно понимаю их английский, который абсолютно непонятен большинству людей. Но он так волнуется, что я предлагаю ему выпить водки и объясняю, что спешить нам некуда, что его история меня интересует, что я понимаю, как все это важно. Собравшись с духом, он принимается говорить. Я журналист, я работаю в журналах мод. Несколько недель назад я был на показе мод в Токио. На пленке, под которую выходили манекенщицы, буквально разрывался мужской голос, такой, каких я никогда не слышал. Я был совершенно потрясен. Я никогда не чувствовал такого шока, такого удовольствия пополам с отчаянием. Я останавливаю его. Не хватало еще нам здесь с ним вдвоем зарыдать под удивленными взглядами моих собак. Мне становится смешно, и чтобы не обидеть моего гостя, я изображаю приступ ужасного кашля. Вежливо выждав, мой японец продолжает. Чтобы найти имя исполнителя, я опросил целую толпу людей и узнал наконец, что песня записана с пластинки, вышедшей в Париже, и что певец русский. Тогда я решил поехать в Париж. Я пошел в большой магазин пластинок, мне показали весь отдел русских песен. Я перебрал кучу пластинок и, увидев его лицо, понял, что это он. Продавщица поставила пластинку на проигрыватель, и я снова услышал этот голос. Пластинка так и крутилась до последней песни. Я купил все, что у них было. Потом я провел настоящее расследование, узнал, что его жена живет недалеко от Парижа, и вот я нашел вас. Вы разрешите мне писать о Владимире Высоцком? Все это он выпалил на одном дыхании, опустив глаза. Я так разволновала, что не могу выговорить ни слова. Мы такие разные. Он молодой японец, покоренный твоим голосом, и я твоя вдова, обессиленная горем. Я пристально смотрю ему в глаза. Он говорит. На следующий же день после показа мод я начал брать уроки русского. Вы слушали книгу Марины Влади «Владимир или прерванный полет». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск декабрь 2011 год. отеля «Белорусская «Белорусская» 21 «Белорусская» 30 FOR